На самом деле, тема, которую я хотел бы обсудить, она связана с историчностью. Что вот удивительно же, что вообще-то говоря, есть исторический, что история есть, может быть, неудивительно, да, а вот то, что есть исторические разные формы сознания, это что, мне кажется, удивительно. Не понимаю вопросов. Ну, вот если взять культурологический подход, да, там, и они различают, скажем, разные культуры. Причем разные культуры во времени они различают, да, там, разделенные, да, какие-то истории, да, там, какие-то древние культуры есть, есть современные культуры, а есть культуры, которые разнесены в пространстве. Как мы сейчас живем, у нас одна культура, там, есть японская культура, есть там, китайская культура, Есть какие-то там культуры, народов, которые в Африке жили, в Австралии и прочее. То есть есть индейская культура. Есть субкультура, которая настолько внутри, внутри этой культуры, разные ее части отличаются между собой, что ни за что сторонний наблюдатель, скажем так, ни за что бы их к одной не отнес. В любом случае важно, в принципе, отмечать субкультуру, что есть различия. Понимаешь, как бы то, что, в принципе, это различие может свести к различию содержания, что просто везде содержание разное. И на самом деле есть некая общая такая структура, вот как у Гибли, какая-то есть общее движение мирового духа, а все остальные культуры просто либо ступени этого мирового духа, либо просто одно и то же содержание просто преломляется в различных культурных условиях по-разному. Какие-то особенности возникают, несущественные. Ну ладно, потому что все-таки, наверное, не одно и то же содержание, а какая-то некая форма общая для разных культур. А вот содержание как раз-таки и разное. Ну, смотрите, если ты, я скажу просто из-за того, что опыт один и тот же, все люди более-менее из двух рук состоят, из двух ног, с двумя глазами. Форма, опыт одна и та же. Так вот, я-то и хотел вопрос поставить, что удивительно, что формы-то разные. Что если мы считаем, что мир состоит, является чем-то единым, если мы, в принципе, и философия начинается применить, от этого отталкивается, а из-за этим следует благословие, которое тоже утверждает, что, так сказать, мир один на том основании, что он создан единым Богом, единые причины. Если мы на этом основываемся, то мы не можем понять вот это многообразие форм, иначе как просто многообразие содержания, которое высказывает об одном и том же. То есть мир один как бы, а просто способы его говорения об этом разные. То есть они там различные, культурно различные, да, там. То есть как бы они не существенны в каком-то отношении. И можно все эти различия свести к не к одной системе, к одной логике, вот как сделал гибель. И все. И тогда постановка вопроса, которая касается философии, она составила бы в том, что найти эту систему, выстроить ее, взять все эти культуры, там, и древние культуры, и современные культуры. Ну, если мы говорим о философии, то взять все философии, да, вот философии древней, современной философии, и выстроить некую одну линию, да, как бы логическую линию, да, они как-то из друг друга получаются, как-то развиваются, и в целом, на самом деле, говорить о том, что есть некая надмировая такая философия одна, а все остальное это как бы либо как бы исторические периоды каких-то отдельные вот этой над мировой идеи преломлены в определенном аспекте рассматривался конкретная схема выпящивался на нем акцентуировались тогда и вот он его обсуждали другой период другой обсуждались как третий третий и прочее отсюда возникает как бы такое развитие различных форм которые наследуют друг друга в итоге какая-то есть последняя форма разветвленный тип от гигельской которые уже все все предыдущие формы находят и место логической структуре и философия собственно достигает никого завершения такая вот идея завершения философии как вот завершение физики как вообще завершение что состоит что найдена некая общая единая логика и все остальные формы конкретные культуры там философии прочее они сводятся просто к неким способом каким-то уже логическая форма существует в конкретном содержании вот такая проблема и противостоит другая проблема которая связана с тем что культуру много проблема состоит в том что на самом деле опыт показывает и особенно современной философии что это просто не так что нет единой никакой логики и что проблема одна точка зрения надо было можно было так сказать проблему состоит то что современной философии если мы же говорим проблем говорит о том и приводит к тому можно взять даже как это философию категор что такого единства нет и нашел каком-то отношении европейской философии такое движение оно связано с движением как бы сомнений существование бог скажем так как только начали сомневаться то что бог есть бог был тем началом объединяющим то единые причины которые создавала единство как увидели допустим здесь долгили как учат что есть есть абсолютный дух да он пронизывает всю историю пронизывает как бы все существующие и тем самым он как вот единицы потому что он не задан какой-то структурой в виде науки логики видел некой логики за и просто все остальное то есть просто формообразование вот этого дух то есть у такого духа нет если как бы сомневаюсь и люди сомневаются что есть единая причина мира то мир как вот распадается на такие разные регионы мира говорят о том что например у этого философии абсолютно берета дискурса есть различные дискурсы друг другу не сводим если там дискурс красоты то есть дискурс науки и здесь вот философии религии их свести друг другу невозможно нет такого единого основания не можно репрессивно сводить то есть можно конечно за себя как бы в братьеке.. и как бы нам идти какое-то основание допустим состав ночью ночью зрения и рассматривать религию так может но тем не менее всякий научный подход к религии она что-то теряет от религии существенная религия перестает быть религии точно также и религия если берет науку соответственно она теряет то что существенно составляет существа науки и вот каждый вот этот дискурс он не какая цельность с позиции допустим религиозного человеку можно на мир глядеть его глазами, и на все вопросы получишь ответы, у тебя есть полное мировоззрение обо всем мире, становишься на позицию науки, там тоже такое мировоззрение открывается, становишься на позицию искусства, и там такое раскрывается, и на каждой. Есть цельный дискусс, дискусс политики можно взять, становишься на политику, все рассматриваешь с точки зрения власти, влияния каких-то и прочее. Любопытно, что вот такие дискурсы, а можно говорить или говорить о культурах, вот культурология, что она говорит, что вот есть две культуры, скажем, допустим, европейская и японская, просто почему-то всегда их берут, любят, там Хадьи любят об этом рассуждать. Ну почему, есть разговор между этим европейским, по-моему, и японцам, там целый диалог, работа такая целая есть. Ну в любом случае просто, если берем две культуры какие-нибудь и пытаемся их сравнить, да, и вдруг находим какие-то странные вещи, которые вот, ну, то, что называется вот в классическом, классической пистемологии или там методологии науки, несоизмеримость парадигм, да. Вот есть некая как бы вот несоизмеримость, непонятно каким образом две культуры, да, сводить друг другу. Как вот найти это общее основание? Это в антропологии такие же были исследования, да, там, которые связаны с тем, что вот другая брали как вот эти, то, что называется в кавычках отсталые народы, и вдруг выяснялось, что этих отсталых народов представление, казалось бы, да, вот должны быть, что такое структурализм изначально был? Они утверждали, что есть некие единые структуры для мышления людей о мире, да, как бы их мироощущения. Можно эти структуры выделить, да, и как бы там, и каждый раз показывают, что вот они, как бы, некие инварианты для всего человечества. И вдруг выясняется, что нет такого инварианта, вдруг выясняется, что какие-то там, принизится мне там, какое-то своя, там, какое-то представление о мире, совершенно другое. А вот, допустим, у нас там одно, у японцев третье. И там, и особенно если брать разные аспекты, этический аспект брать, да, там, брать аспект, там, какой-то там, социальной жизни, там, и прочее. Представление о том, как устроен там мир, и прочее. Проблема состоит, которую я вот просто как бы хотел осудить, что если мы, все-таки, мы относимся более честно к подходу, к философскому подходу в обсуждении проблем, то мы должны как бы вот учитывать, что, возможно, Парменик-то не прав, что бытие-то не одно. Что, поскольку, если мир разбивается вот на такие регионы, то можно предположить, что точно так же и бытие развивается на некие разные способы бытия. Еще, как бы, это можно рассматривать, опять же, не только с точки зрения культурологии, да, вот в свое время, но сейчас же, как бы, Гигель не особо любит, да, там, особенно, а философия природы, его вообще, там, многократно уже осмеяно, да, как-то, как-то, как бы, философ, чисто абстрактным образом, как бы, ответить на какие-то животрепещущие, там, вопросы науки. А на самом деле, если вдуматься, то ведь у него философия природы различены существенно разные способы бытия, бытия неживой природы, бытия, там, допустим, растений, бытие животным, ну, это, на самом деле, от Аристотеля идет, конечно, бытие человека. Да, вот, как бы, вот, есть разные способы быть. Вот, например, для того, чтобы просто это еще более наглядно понять, вот, мы говорим, допустим, вот, живое существо. Пока оно живое, оно является животным, а когда оно умерло, да, оно становится, как бы, неживым, да, оно теряет вот этот вот способ бытия живого, да, и становится, и приобретает способ бытия неживого. То есть, как бы, на самом деле, по форме, да, по всему внешним признакам, да, вот, как бы, вроде животное остается тем же самым, а тем не менее, оно, как бы, что-то и тачивает существенное. Также, вот, у Хайдигера, вот, в его бытии и времени, там же, если внимательно посмотреть, то различение между присутствием размерными сущими и неприсутствием размерными сущими проходит не просто по линии различия сущностей, да, что было бытриярно. Поскольку это, как бы, мы понимаем прекрасно различие между человеком и вещами, да. То есть, вещи рассматриваются под категориями, а человек там рассматривается под экзистенциалами. А ведь различие проходит по линии различения бытия. То, что вещи, они говорятся под знаком Зань, да, а человек говорится под знаком экзистенции. Вещи существуют, а человек экзистирует. То есть, различие еще фундаментальнее, да. То есть, как бы, есть два региона, получается, в которых все различно, не только сущности. И сущности различные, они под разными категориями рассматриваются. Да, но и более того, и бытие, и способы бытия разные. Они существуют, человеческое бытие существует под вопросом всегда, как, да, некое, как бы, вот, способы быть, да. Как способы быть. А вещи существуют под категорией, что способы быть. Хотя, правда, потом, в процессе, как бы, движения Хадиби нарушает это расчленение, он говорит о мировости мира, о единстве. И он, на самом деле, сводит, как бы, вот это вот, все, что связано с вещами, он сводит, как бы, к экзистенции. То, что все это приобретает, вот именно, характер этого подручности. То есть, сначала разговор идет о том, что все-таки два региона, а потом второй регион редуцируется первым. И бытие, собственно, вот это существование вещей редуцируется вот как, да, как бы, к экзистенциалам. И мне показалось, вот, как бы, вот, что это, на самом деле, вот эта редукция, она не оправдана самим этот текстом. То есть, он вопрос задает правильно, да, когда говорит о смысле бытия. И, вроде бы, различил бытие. У него даже термин различается. У него, там, экзистенция, термин, да, который означает именно бытие. Или дозайн, можно говорить, да. Хотя дозайн – это, как бы, обозначение сущего. Но для такого, для присутствующего, очень важно выделить вот в его сущности именно момент бытия. Да, и поэтому он дозайн называется. А всякие, вот, непоседствия размерно исущие, там, вещи, там, и прочее, да, они, вот, по-другому означаются. Так вот, как бы, если вот опираться на эту новую, как мне кажется, да, и современная философия на нее вышла. Вот то, что называется постмодернизмом, там, то, что там постоянно осмеивается, да, на самом деле в этом проглядывает именно вот эта логика, другая парадигма, да, когда нет одного бытия. Так это, то, о чем ты говорила, осмеивается постмодернизмом? Или постмодернизм тоже используют это разделение? Постмодернизм – есть проявление этого разделения. Проявление. А кто это осмеивает? Ну, наши, наши, ну, почему-то наши философы, как бы, в массе своей, по-моему. Наши философы выросли на Хайдегере. Ну, они выросли на Хайдегере, ну, это возможно, конечно, но, тем не менее, во многом, как бы, вот, понимаете, понимаешь, как бы, Хайдегер, в чем проблема Хайдегер? Проблема Хайдегера состоит в том, что он задает парадигму, да, вот этого развлечения двух регионов, а на самом деле занимается греческой философией, где парадигма другая, где бытие одно, понимаешь? Где нету регионирования бытия, где, как бы, вот, просто, как бы, все всегда сводится к одному, вот там, взять Парменида, взять Платона, там, взять Неоплатоника, взять, там, Спинозу, там, яркий пример, да, одна субстанция, взять Гегеля, понимаешь, как бы, и Хайдегер, как бы, начинает, вроде бы, с различия, а потом раз, все тоже сводит к одному. Вообще, сама, все равно, как бы, он не смог, как мне кажется, несмотря на постановку вопроса, выйти из парадигмы вот этого, что, как бытие есть одно, он еще не смог, но он дает возможность, как бы, вот, развивать это дальше, и, собственно, постмодернизм, это, вот, есть проявление того, что, как бы, способов бытия может быть много, и они друг другу не сводили, нет вот такого одного бытия, да, другой разговор об этом может…Нет одной истины, да, когда мы говорим, а что такое одно? Когда мы говорим одно бытие, это, значит, одна причина, да, и обыцениста мира, одна истина, что истина вообще есть такое понятие, как истина. Когда у нас возникает регионирование, у нас возникает много истин, или нет никакой одной истины. Трудно представить себе одну причину мира, типа в виде Бога. Трудно представить, потому что регионов много, и каждый регион имеет свой способ бытия, не сводимый к другому. Их нет общего основания, под которое можно было подвести. Я просто хочу добавить вот какую-то ремарку, что нет, может быть, этого логического единства между регионами. Вот есть, допустим, один регион, там, не знаю, религия, другой регион, наука, третий, там, искусство, которое ты перечислял. И действительно, каждый из них пытается полностью там охватить мир, и нет для них единого основания, нет между ними единства. Но есть фактическое единство, не логическое, а фактическое единство, которое проявляется в том, что, допустим, какой-то конкретный человек, он существует во всех этих регионах, как бы одновременно или попеременно, и в себе фактическое единство без логического объединения осуществляет. Вот они, как бы, объединяются в нем, все эти регионы нашей жизни, без того, чтобы прийти к логическому единству. Вот в чем проблема. То есть, все-таки, так-то, мир-то все равно, как бы, для нас, в этом и парадокс состоит, как бы, с одной стороны, мы понимаем, что мир единый, вот, ну, как он не единый? Ну, единый он. Вот. Но логически он, если быть последовательным, разбивается на регионы. И логически же этого единства не стирать, если не допускаешь каких-то вот натяжек или переступлений. Но живое единство, фактическое, оно присутствует. Ну, вот ты, как бы, это... Это вот Харингер сказал, да, так. Я понимаю, я понимаю. Но только вот в этом и состоит вся проблема, что это не так. Фактически, когда ты говоришь, что фактически есть единство, на самом деле ты желаемого выдаешь, а ты действительно... Не, ну, как, вот, допустим... Желаемого выдаешься действительно. Нет, а ты понимаешь, есть фактически, допустим, единство в виде конфликта вот этих разных регионов. Ну, как, если они сосуществуют, и один человек, допустим, да, сосуществует сразу в нескольких регионах, они тем самым не объединены? Логически, нет, не объединены. Но фактически, я под фактическим понимаю, опять же, не методическое какое-то объединение, да, а какую-то, ну, не знаю, насильственную сочлененность, что ли. Так или иначе, они, как бы, свалены в одну кучу. Ну, вот этот человек выступает, как, не знаю, поле брани, на котором все эти войска, там, сходятся из разных регионов. Понимаешь, вопрос здесь следующий состоит. Вообще сказать о черта как о единстве, это самое простое, что можно сделать. И философия Парменида, это и есть простая философия, где мы говорим, что есть, что все можно рассмотреть в аспекте бытия, и все в аспекте бытия будет одно. Можно я, как бы, уточню свою мысль, чтобы тебе было понятно. Вот есть такое различие по факту и по праву. Да, вот есть, допустим, по праву, значит, по праву, это, значит, вот, если что-то происходит, вот так оно и должно быть, исходя из какой-то, там, может быть, не знаю, идеи, вот, или еще из чего-то. Вот, может быть, единство по праву. Вот, они объединены, и они объединены правомерно, и мир, как бы, является единственным вот этих разрозненных частей правомерным образом. А есть по факту, вот взяли, допустим, ну, скажем, вот у нас есть Россия, да, в которую входят разные там республики, вот. Некоторые, как бы, считают, что они туда входят не по праву, а по факту, ну, вот, их, так сказать, захватили, там, присугубили к России, вот. И они не считают, что это единство существует, но, тем не менее, фактически такое единство присутствует. Вот, мне кажется, что мир больше похож, как бы, он не просто вот такие-то разрозненные куски, которые, ну, ничем и никак не объединены, они просто объединены фактически, вот. Но не по праву, а как только они не по праву объединены, как только нет вот этого вот логического основания этого единства, Вот тут у философии возникают проблемы, и тут, как бы, и она и сталкивается тем, что, а как же, единства же нет, потому что нет логического основания для этого единства. Ну, кто сказал, что оно должно быть, вот в чем дело. Действительно, его может не быть, но это не значит, в свою очередь, что фактического единства нет. Просто слово единства, это не надо им злоупотреблять. Если ты считаешь, что в кучу можно свалить, это навалить в кучу песка и сказать, что ты куча одна, это не значит, что она будет едина. Понимаешь, это просто будет некое агрегарное, как бы, представление. А, я поэтому различаю фактическое и... Но это не называется единством. Из того, что, как бы, я перечисляю, как бы, одно за другим различные регионы, в каком-то отношении они, как бы, свалены в кучу. Но из этого не следует, что они представляют собой единство. Может быть, между этими регионами, я когда, вот, если вырисовал, если, может, что-то нарисую, то между ними, это, на самом деле, в буквальном смысле, небытие. Нету между... Небытие не в том смысле, что, как бы, есть бытие и небытие, а в том смысле, что, как бы, с позиции одного региона, другого региона просто нет. Нет, просто, еще раз, я-то по-другому немножко смотрю на эти вещи. Я хочу следующую мысль донести, что, возможно, ты не об этом говоришь, да? Может быть, это промежуточный вариант от классики к постмодерту, может быть, промежуточный шаг, но промежуточный шаг состоит в том, что, мы понимаем, что нет логического основания, но основанием может выступать человек. Вот человек во всем многообразии, как мы, когда-то говорили о множественных субъектах, как ты это тогда понимал? То есть, все равно субъект один. То есть, субъектов много, но все равно один, да? Ну, как бы, да, получается. Вот это тот же самый разговор, из того, что есть агрегарное, еще раз говорю, единство у тебя, из того, что есть восприятие, мышление и много других способностей, из этого не следует, что есть объект, который их объединит. Единство жизни, жизни, даже как бы не введем такое загадочное проекте, а жизнь. Да, то есть, даже не человек, а вот как бы жизнь, вот, жизнь, все эти регионы объединяет и сводит воедино. Объединяет не в плане каком-то логическом, не в плане правомерном, а просто вот так вот агрегарно фактически сваливает вместе. Вот, но при этом сваливает. Ну, пускай жизнь-то это сваливает, мы уже занимаемся наукой. Понимаешь, из того, что, как бы, что-то свалено в кучу, это не значит, что так на самом деле, на самом деле. Жизнь, наверное, сваливает. Почему? Потому что задачей жизни, конечно, не являться задачами познать. Задачей жизни являться задачей выживать. Просто очень важно, что эти регионы, это ведь тоже важно, да, что они вообще могут встречаться друг другу. Ведь если говорить про них, как вот про такие регионы, которые полностью захватывают мир, как это описывал, да, и между ними чуть ли не небытие, да, пропасти такие, то они бы и не встретились никогда. А это тоже, это тоже клевета на происходящее, потому что эти регионы способны встретиться. И это интересно, потому что логически они не способны были бы, если развивать их, как бы, внутреннюю логику и того, и другого, и третьего до конца. Ну, то есть, это иначе, они встречаются. Понятно, иначе говоря, от камня, как бы, к человеку можно провести единую линейку, да, каким образом искание вдруг получится человеку, по-твоему так. Нет, я не об этом говорю. Ну, а что, ты говоришь, что они как-то встречаются. Они встречаются только потому, что у нас есть один язык, и действительно у нас все свалено в одно григорное отсутствие. Это не поэтому, Булат, потому что сами эти, ну, скажем так, сообщества, которые принадлежат к этим регионам, больше, если честно, они же как-то, они друг друга различают, они себя различают. Они видят что-то общее, что-то различное, они понимают, смотрят там на представителей другого сообщества, они просто могут с ним разговаривать, они видят, то есть, они могут общаться с хорошим своих различий. Да нет, это очень важно, я считаю, что это, как бы, казалось бы, опускает разговор, там, до того какого-то уровня, но на самом деле это не так. Это не так. Вот, очень важно, что человек, как бы, находясь в одном регионе, в одной, как бы, вот этой сетке логических понятий и так далее, воспринимая мир, может перейти в другую. Он может перейти туда. Может перейти, конечно. Вот, и тем самым, парадоксальный образом, он объединяет их. Нет. Он объединяет не так, что они теперь едины, а он самой своей возможности. Это тот же самый разговор, просто, как бы, я не говорить хотел о формах сознания, разговор о формах сознания. У одного человека может быть много форм сознания. И он, условно говоря, может быть в одной форме сознания, когда он дома, а может быть в другой форме сознания, куда он на работе, может быть в третьей форме сознания, когда он там. в транспорте и прочее. Человек может переключаться от одного к другому, конечно, в каком-то смысле остается равным саму себе, но форму его существования разного. Так вот, может быть, их единство из единства возможностей. Возможности много. Еще раз говорю, это аналогично, как можно свести все к субъекту и объединять все как бы путем такого хитрого способа, как все находится внутри и все является нашим опытом. Но когда мы пытаемся самими вещами заниматься, феноменологией, действительно, ведь если посмотреть на самом деле, то последним способом, каким философия пытается все объединить в единстве, является субъективная философия. Потому что пытались объединить на основании того, как мир устроен, не удалось. В конце концов, все свелось к тому, что все просто субъективное на этом основании едино. Ведь это ничто иное, Гегель ведь и не говорит, или Кант, каким образом возникает единство. Потому что все субъективно. И ты сейчас пытаешься стоять на эту же точку зрения, когда мы пытались исходить из феноменологии, когда мы пытались понять, как сами эти вещи трудно. Не в этом, потому что они пробрасывали логику. Они говорили все субъективное, соответственно, во всем объективном присутствует. Логика субъективная, вот эта логика проброшена в мир. И вот они все-таки логическое единство искали. Я говорю, что да, современная философия не будет, не найдет там в этом мире логического единства. Вот эти области, они так и будут разрознены. Вот. Но при этом, при этом... Ну, какая разница? Ну, допустим, ты отказался, ты так еще более... Ну, еще раз, это не замкнутые сферы. Вот помнишь, ты говорил про то, как строил вокруг себя сферу? Вот. Вот это то, что сейчас ты описываешь, очень напоминает такие сферы. Что вот есть сфера политики, есть сфера там религии, есть сфера... Нет, конечно, они пересекаются, мы на одном языке говорим. Да дело не в языке. Ну, нет, нет, есть метафорический некогда. Человек, как бы, просто человек. Человек является их точкой пересечения. Да, он является, кто же спорит, только просто твой разговор еще хуже, чем гидрельский. Гидрельский пытается понять смысл этого единства, а у тебя нет никакого единства. Просто агрегарно свалено, человек есть, типа, и все. И это как бы все объясняет. Это шаг назад. Гегель без этого понимает, что человек единственный гидрель Канта. Любой, как бы, философ классический, он понимает прекрасно, что все объединено в субъекте. Вопрос-то состоит в том, что такое есть субъекте объединяющие. Гегель говорит, например, логика. А ты сейчас говоришь, что нет, это неизвестно что. Ну, тем самым делай шаг назад, как мне кажется. Когда, казалось бы, вопрос должен был поставить хорошо, если не логика, что другое? Потому что сказать, что как бы у нас внутри просто мы причастны опыту одному, второму, третьему, это сказать, что это очевидность. Это из опыта ясно. Я-то говорю о том, что, я пытаюсь говорить о том, что то, что мы причастны к этим опытам, оно связано не с тем, что мы объединяем их, а потому что опыты разные. Если я агрегарно их объединяю, из этого нельзя сделать, потому что они все вместе сами объединены. Опыты разные, и объединить их не удается. Сами опыты объединить не удается. Хотя, как бы, чел-субъект может пытаться их объединять. Он и пытался. Вся классическая философия, вот выстраивание, как я же рассказывал, выстраивание этой башни, да, единственное. Она же пыталась этим заниматься. Они занимались мышлением, они выстраивали вверх, вперед. Ничего не удалось. Я просто, как бы, доформулирую свою мысль, чтобы она была понятной, и можно идти дальше, потому что, как бы, у тебя другая точка зрения, ты можешь ее развивать спокойно. Моя мысль состояла в том, что, действительно, эти разные регионы, разные формы, они прождуют. внутри человека, они, как бы, там, сталкиваются. И он их примиряет внутри себя. То есть это единство, которое достигается. Оно достигается тем, что он... Можно я договорю, хорошо? Вот, он их примиряет. Вот. И это примирение есть акт действия, да, это, как бы, не просто логически может произойти. Логически они не могут примириться и в единство войти. Это всякий раз, каждый раз, уникальным способом, некое действие, которое каждый конкретный человек осуществляет. Вот. В меру, как бы, своих, там, всех. Вот. То есть сказать, как это может быть логически, как можно логически этой многообразия к единству привести, нельзя, потому что это, как бы, живая задача. Как, вот, там, этическая живая задача, и так далее. Вот, в этом проблема, на мой взгляд. Как бы, философия здесь бессильна не потому, что она, как-то, там, в чем-то неудачна, или потому что мир какой-то не такой, а потому что это, как бы, оставлено на откуп, то есть это, как бы, поле деятельности человека, собственно. Одно из. Ну, понятно. Ну, что это не теоретическая задача, а... Ну, да, да, практическая. Ну, это, я вам могу сказать, что это, на самом деле, не что иное, как просто отказ от задачи. Это никак иначе по-другому трактовать невозможно. Сказать, что, на самом деле, задача должна как-то решаться непонятно как, это означает, что сказать, что она, это, и просто отказываться ее решать. Не логически. Причем понятно как? Да, причем если логически, я же, разговариваю, логически какие-то вещи. Но, которой говорит, её решение невозможно будет высказать ещё раз, бывают такие... Ну, на чего? Её высказать уже невозможно. Потому что решение будет осутся unlike единого человека? А тебе не кажется что это просто желание единства? Просто ты хочешь быть единым? Единство? Вот ты хочешь учредить это единство, а отсюда и возникает это непонятно. Если япысказал что человек, поскольку мир регионирован конечно, и человек на самом деле точно так же регионирован внутри, потому что он соответствует миру. Его опыт регионированный, и он сам регионированный, И субъектов много, и мы уже это обсуждали много раз, что субъектов много, а теперь получается, что субъект все-таки один. Вдруг, когда наступили на человека, он вдруг издал этот жалобный голос. А как же так? Я же все объединяю, я должен поставить себе задачу и всех субъектов в себе объединить. Ну, я же тебе объясняю, это только желание, это только желание, это не факт. Оно осуществляется, так или иначе? Да пускай как угодно осуществляется. Люди верят, что есть Бог, и если его нет, они хотят, чтобы он был, и он для них есть. Учредить можно любое бытие. Мы-то говорим о философии, о нежелаемости. Конечно, можно желать чего угодно. Я желаю, чтобы кругом был мемелад. И что из этого? Я предпочитаю говорить не о философии, а о том, что происходит на самом деле. Вот о чем я говорю. Только об этом. Не, ну на самом деле происходит убийство, на самом деле происходит то, что люди ни о чем не задумываются, на самом деле люди там спят, там жрут и ничего не делают. Причем здесь мы пытаемся подойти и что-то осмысливать. Как там на самом деле, это не тот вопрос. Есть какой-то уровень осмысления. Ему нельзя скатываться уже просто с примитивным уже пониманием, что есть проблема, а ее надо не решать, а пускай каждый ее решает. Это все равно, чтобы к физике обратиться. У нас четыре способа взаимодействия. Ему хочется их объединить. Да не объединяй за счет четыричных. В физике-то это правомерно как-то. И в философии это правомерно. Да не просто вопрос, или это так ставится. Независимо от того, как ты желаешь лично, или как другие желают себя собирать и объединять. Мы должны фактично знать. Ты послушай, давай как бы вернемся к тому, что ты сказал теперь. Ты-то сказал следующее, что философия на протяжении, ну поправляй меня, если я неправильно говорю, на протяжении как бы достаточно долгого времени стремилась к этому единству. Считала, что единство есть, всячески старалась его как бы установить, обосновать, правильно? Да. Все эти регионы притягивая один к другому со всякими натяжками. У него посылка такая, предпосылка такая была. В виде Бога, либо в виде как бы... Да, продолжай. Значит, а потом, когда вдруг выяснилось, что как бы натяжек слишком много, когда стало ясно, что как бы никак не получается, возникла постклассическая философия, которая уже как бы эту предпосылку или эту посылку старается как бы в себе сдерживать в меру своих сил и уже как бы говорит о разрозненном таком регионерном мире. Да. Ну так вот, если как бы логически не удается... Здесь логически. Меня вот он не понравился. Почему здесь логически? Мы говорим вообще-то на языке сейчас. Например, про логику никакой ничего не говорим. Но мы говорим про философию. Правильно. Когда философия? Когда философия? Смотри. Симикарьер говорит про логику? Еще раз. Еще раз. Когда философия... Хорошо, давай слово логика опустим. Когда философия пытается объединить разрозненные регионы бытия, у нее ничего не получается. Не только у философии. А у культуры, у антропологов, у лингвистов, у всех. Язык к языку не свести, структуры разные у языков. Антропологов на такую кучу материалов... У физиков же получается. И у физиков не получается. Четыре взаимодействия к одному свести не получается. У жаль свели к двум. Ну, свели к двум. Ну, не получается пока. Ну, под сведут рано или... Ну, это понятно. Потому что Бог есть. И еще большой взрыв есть. И все из симулярности возникло. Первые три секунды. И мы знаем, конечно, что было в первую секунду, чтобы во вторую секунду и в третью. Ну, не надо же доходить до маразмов таких. Правильно? Из того, что физика сейчас пытается что-то свести, как бы пытается. Может быть, это то же самое теологическое желание установить везде как единство. Как вот ты пытаешься сейчас сказать, что у субъекта есть единство. А они пытаются сказать, что у мира есть единство просто. Это просто если мы более детализированно обращаем внимание на то, что присутствует в мире, то мы везде видим множество. Не единство, а множество. Несводимое. Вот раньше у остов науки представлялся как нечто единственное. Сейчас уже наука развалилась на куче, этот дисциплин. Вот наука развалилась просто на глазах на куче дисциплин, друг другу не сводим их. Понимаешь? Просто в принципе. Одни занимаются, это они развалились, там, одни занимаются одним объектом, другие другими объектами, третий третьими объектами. Начнешь, например, химика и физика спрашивают. И там непонятно, как мосты-то наводить. Да понятно все. Как раз самый неудачный пример. Очень просто. Химия вырастает из физики. Ну, может быть. Может быть, это неудачный пример там. Другие из биологии, допустим. Вот биологию можно сравнивать. Они из химии вырастают. Это не так. Потому что биологию, жизнь никак не объяснить из этого, из неживого вещества. Но это тоже постулат. Это не постулат. Я просто имею в виду, что принцип и разница. Есть у них граница переходная. Это та же самая граница, как у нас есть тело и есть психическая деятельность. Ну, биология в плане поведения животных, и теология, вот там оно точно не сводимо, да. Там, где как бы психология животных, людей и так далее. А в плане функционирования организма, там, какие-нибудь врачи, там, какие-нибудь, которые режут, там, этих лягушек. Там ничего не сводимого, там не присутствует в принципе. Ну как, ну как вот это, ну жизнь и свести не к жизни. Ну как это, нет? Ну так, ну и свести не к жизни. И до сих пор эта проблема присутствует. Ну как, ну что, мы элементарные вещи будем обсуждать? Ну присутствует, это, как она называется? Там, где это наука. И все равно нету перехода. Там, где это наука, и все равно переход найти не мог. Нет такой науки, которая не сводима к химии и физике, понимаешь? Ну понятно, но это вот это то же самое, вот это потому, что это твоя заявка, что нет такой науки, что все сводится к физике, или это вот физикализм. То же самое, что все сводится к субъекту. Везде ты пытаешься наблюдать единство. Я могу тебе сказать, это и есть вот то, не что иное, как на самом деле богословие, понимаешь? Потому что это все только вера, что единство есть. Изначально некая предпосылка существует, да, у тебя в голове, что должно быть единство, и надо к всему все сводить. Если это физика, она все-таки пообъясняет, все надо свести к физике. Я утверждаю, что если начнешь к физике сводить, то ты потеряешь предмет сам, понимаешь? Потеряешь предмет живое существо. Ну, разделишь его на отдельные составляющие, и что? Потому что живое существо ни разу не предмет никакой науки. Ну нет такой науки, где живое существо. Биология, да нет. Предмет биологии это... Мясо. Мясо, да. Ну хорошо. Пускай по вашему мнению. Я под биологией понимаю это, когда... Нет, ну а ты пойди к биологам, и посмотрим, что мы занимаемся. Ну, у меня есть новые эволюции, они пытаются понять, как жизнь произошла, эволюцией занимаются, как одни формы из других возникают. Как вообще? Любые формы. И занимаются генами, а именно, как бы, эти... Ну, сложные белковые, там, инкислотные молекулы. Вот этим они занимаются. Да я все понимаю. Молекулами, понимаешь? Опять, опять... Вот как произошла жизнь. Опять же говорю, разговор опять скатывается, как бывает. Я должен говорить не о том, как бывает, а одни кто-то занимаются... Как есть. Как есть. Как есть. Как есть. Ну, хорошо. Пускай как есть. Ну, просто биология занимается живым организмом, а... Должна. А есть частности какие-то, есть частные какие-то исследователи, которые занимаются отдельными частностями. Должна. Понимаешь? Ну, в любом случае, как бы, если вам это не очевидно, то, конечно, тогда бесполезно об этом говорить. Потому что, потому что это вот некая вещь, которую надо преодолеть. Надо понять, на самом деле, что мир регионирован, что единство нет. Ну, ладно, единство нет. Но вот если, в общем, мы сейчас хотим говорить о том, что все разваливается на регионы, то какой вообще разговор может быть дальше построен? Какой? Ну, вот хорошо, все развалилось, что дальше? Так вот, интересно, что дальше? Так много, что дальше можно сказать. Я могу еще дальше 10 часов говорить о том, что дальше. Правильно, но вопрос-то и в том, что дальше. А вы думаете, что если мир регионирован, то все сразу исчезло? Мне кажется, что здесь есть только единственное, как бы, сопротивление, которое состоится в том, что вот остается вот какая-то вот вера, понимаешь? Нет. У меня сопротивление связано с тем, что я сам очень любил этот, как бы, этот разваленный, регионированный мир, который, как бы, развалился на части и ничем нет. Я любила эту модель мира, как бы, представлялась мне достаточно такой революционный, там, не знаю, еще что-то, еще что-то. Очень инсульционный, это опыт. Но современная ситуация, это просто опыт, которого надо отталкивать. Из своего опыта я понимаю, что все-таки это романтика. Ну, хорошо, я слушаю дальше. Ну, что романтика, есть романтизм такой. Ну, еще раз говорю, не надо путать просто учреждение и единство. Ты можешь, конечно, заявить, что все едино, как в Армении, ты на основе простого тезиса. Ну, давай не будем упираться уже в наших различиях пониманий. Давай покажи нам, что ты можешь сделать в этом разрозненном мире. Вот ты сказал, что ты 10 часов готов говорить. Расскажи, что дальше? Если у нас разрозненность. Если нет единства абсолютно никакого. Расскажи. Может быть дальше мы знаем, что тут сможем уцепиться, найти что-то в общем. Дальше означает, на самом деле, что, как бы... А здесь надо, как бы, немножко это поговорить о том, в чем различие есть мышление и сознание. Дело в том, что вот это вот регенерирование мира можно увидеть только с позиции сознания. Потому что с позиции мышления, мышление, оно основано на логике, и вообще, как бы, мышление укоренено в языке. И вообще говоря, единство возникает, и вообще, желание этого единства, оно возникает только из того, что у нас, ну, в частности, да, это один из способов возведения всего в единстве, это то, что мы говорим на одном языке. И язык так устроен, что он все объединяет. Он сам представляет собой некое единство, и он, как бы, все объединяет. И, собственно, как бы, мышление, это есть не что иное, как просто продолжение этого, оно и есть, как бы, то объединяющее начало внутри языка. Все сводится к неким понятиям, неким конструктам, структурам. Ну нет, Влад, ну вот, 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 действия объединяй, действия. И какое они язык? Мышление – это свернутое действие в языке. Можно, конечно, передвигать кружки, а можно об этом сказать, понимаешь? Можно просто высказать, что вот они двигаются. Но если бы нельзя было их передвигать… Еще раз говорю, что это одно из оснований, почему объединяется. И на этом основании классическая философия работает. Она исходит из языка, из единства языка. Если посмотреть феноменологию Духа в начале, то там вот всеобщность, он усматривает именно Гегель в начале, именно в языке. Он говорит, что сам язык правдивее, что сам язык усматривает эту всеобщность. Потому что основой, согласно Гегелю, как бы, единственный мир является то, что он всеобщий. И внутри этой всеобщности, а это и есть, собственно, у Гегеля, согласно Гегелю, мышление, просто наблюдается, поскольку нельзя просто сказать всеобщность, это будет нечто абстрактное. А надо сказать, что это всеобщность, она разлетелена внутри себя и представляет собой некую логику. Вот все размышление Гегель, собственно, о том, что в чем состоит единство. Так вот, единство – это регионирование бытия с позиции мышления не ухватить. Почему? Потому что мышление изначально нацелено на тожество. Различия существуют только в сознании. То есть все различия, которые существуют в мышлении, удерживаются как бы сознанием. Я в свое время как-то говорил о том, что сознание представляет собой некую схему, которая опосредует восприятие и мышление. И, собственно, все различия, которые есть в мышлении, они удержаны только в сознании. И можно было бы даже так сказать, что сознание – это система различий, а мышление – это система тождества. И если мы будем акцентироваться именно на тождестве, то есть если мы будем постоянно находиться в мышлении, что делает мышление? То оно все сводится к всеобществу. Оно рассматривает различные единичности под неким одним понятием. Тогда мы никогда вот это регионирование никогда не добьемся. У нас всякий раз будет получаться в итоге, что бы мы ни делали, все равно будет возникать это единство. Поэтому, чтобы усмотреть, надо как-то умудриться, не то что отказаться от мышления, а удерживать эту разницу между сознанием и мышлением. Это на самом деле очень сложно. Потому что и классическая философия здесь разницу часто не видит. Что сознание сводит к мышлению. У Гитлера так просто заявлено, что сознание и мышление – это одно и то же. И современные философы тоже не видят здесь сейчас разницы. Вот психология, правда, заявляет, что это разные вещи, но тем не менее. Много встречается у Семи Георгиевна или Наговицына. Они не понимают здесь разницы. Они не видят здесь разницы вообще. Чем состоит как бы особенно сознание? Почему вообще этот вопрос о регионировании, он существенен? Потому что что существуют различные, что значит существуют различные, иначе говоря, формы сознания? Это означает, что существуют различные схемы. Мир, конечно, вот он какой-то многообразный мир. Как может этот многообразный мир ухватить, если мы исходим из самих вещей? Что это означает? Это означает, что мы должны удержать те различия, которые есть в самом мире, и не навязывать ему, как бы нам не хотелось, каких-то далеко идущих отождествлений. То есть не пытаться мир взять в его тожество. Потому что проще всего сразу увидеть тожество. Взять какой-то один параметр и сразу увидеть тожество. А важность состоит в том, чтобы удержать различия. Потому что, собственно, задача философии, в аспекте того, что она в феноменологии должна быть, это задача удержания различий. И эти различия надо, чтобы эти различия удержать, это надо особая работа. В свое время эту работу, допустим, пытается осуществить Гегель. Всю историю философии. Это как бы разбить на вот эти, на формы, некие формы, и показать, как она движется. Несмотря на то, что она представляет собой некое единство, и есть некая субстанция сознания, которая движет через многообразие форм, лучше субстанция духа, которая движет через многообразие форм. Она как бы одна, но тем не менее, почему-то формы много. И вот у него возникает проблема, каким образом каждый раз показывают, что форма другая. На самом деле, как и с позиции мышления, это очень сложно. Это можно показать только если все-таки различать, что есть некая позиция другая, позиция схемы, позиция сознания. А схема отличается, одна схема отличается от другой тем способом, что они имеют разную разрешающую способность. То есть, вот, допустим, мне Пальменик говорит, что с позиции существования весь мир равно. И он стоит, в данном случае, здесь на позиции мышления. Но после него возникает, мы же философия же не закончилась, сказал бы, с точки зрения мышления, ведь ту философию, которую Гегель развивает, это ведь та же самая философия Пальменида, только она просто многочисленным образом развита. схему того, как устроен мир, и как бы внесено очень много каких-то других различий. Возникло различие явлений и сущности, субъективного, объективного, идей и вещей и прочее. Но очень много различий всяких внесено. И как бы вот это все различия, каждый раз, когда мы смотрим сквозь эти различия, мир-то как-то представляется нам другим. Потому что мир, он всегда как бы остается одним и тем же, но для нас он является только тем способом, каким мы его видим. Потому что, ну если это можно по примерам показать, что вот если, допустим, очки надеть желтые, то весь мир станет желтым. То есть так же есть, вот мы мир как бы смотрим с помощью вот некой схемы. Вот есть какая-то схема. У каждой, вот, античная схема, там одна, допустим, средневековая, другая, там. Наша там схема третья. У каждой культуры тоже своя схема, да. Вот он как бы накладывает, он видит в мире и выделяет в этом мире то, что ему существенно, там. Какие-то одни аспекты, а другие аспекты, там, он им не видит, потому что для него это не важно. И развитие происходит, как бы, если в рамках какой-то одной культурно-приморатичной культуры различные философии, тем способом, что вот в эту схему первоначально постоянно вносятся различия. Вот, например, Фалис сказал, все есть вода. На самом деле вот здесь не различие явления и сущности. Потому что все, это весь мир, в том числе и вода, равно воде. Получается, что вода с двух сторон, получается противоречие. То есть одна и та же вода с одной и с другой стороны. Потому что это один и тот же уровень мира. Для того, чтобы здесь не было противоречия, нужно как бы это было развести. Мы разводим это тем способом, что говорим, что есть вода как явление, есть вода, допустим, как сущность. Точно так же, как он свел все многообразие к чему-то одному. С одной стороны, как бы все это многое, а с другой стороны, одно это одно. И как многое может равняться одному? Возникают вот две проблемы, которые надо решать. И постепенно философия отечественная проблему эту раскручивает. В каком смысле оно одно? С той стороны бытия. В каком смысле возникает какая-то сущность? Сначала эта сущность берется в виде какой-то стихии, одной из выбирается. А потом постепенно выходит на понимание того, что сущность – это нечто как бы только мысленное, которое как бы по ту сторону стоит. Как бы нечто потустороннее. То есть, когда говорится, что многое – это одно, имейте в виду, что многое – это чувственное, а одно – это относится к порядку мышления. И противоречие разводится тем способом, что разный уровень отклеивается друг от друга, и возникает два уровня. Не один, а два. Не так, что на одном уровне высказывается, а высказывается на двух уровнях. В общем, каждый раз, что надо заметить, возникает различие. И различие возникает у нас. В мире это все и так различено. Мир существует всегда одинаково. Но это мы, на самом деле, мир не видим по-разному. Мы вносим, нам в схему вносится какой-то новый параметр, новое различие. Оно усматривается. И вот это вот усмотрение – это есть проблема сознания. Именно тем способом работает сознание. Самое сложное состоящее в том, что есть некий момент, когда сознание усматривает различие, а мышление еще не может его концептуализировать. Вот это можно назвать, я на своем примере всегда, просто у меня тоже такое часто бывает, это называю я интуицией. Когда на самом деле ты понимаешь, что тут что-то неправильно, а высказать еще не можешь. У тебя нет еще для этого термина. Вот для этого, например, любопытно рассмотреть, вы никогда не знаете, задумывались ли или нет, что сколько терминов есть, взятых из одного термина, из термина существования. Если взять любой язык, греческий язык, наш язык, из термина существования. Взятых словах существовать, сущность, суть, существо. Ну и можно, наверное, в греческом языке тоже. Точно так же. Как бы многообразные различные формы от глагола «либо быть», его причастие, от глагольной существительности, субсортированные глаголы и прочее. Всяк урод такие формы, они приобретают, разводятся по значению. Что такое сущность и существование? Ведь сущность и существование – однокоренные слова. Или там «существовать» есть, а есть «сущее». Вот есть «сущее», «существовать», «существо». Откуда возникает вот такая вариация? Она возникает из того, что мир представляет собой некую нерасчлененность некоторую. И эту нерасчлененность мы пытаемся с помощью языка, с помощью нашей схемы как бы расчленить. Но поскольку мы сначала как бы усматриваем интуитивно само различие, сначала слова вот такие непонятные. Мы пытаемся ухватить различие, пытаемся его увидеть. А постепенно мы его увидим, фиксируем в словах, и оно как бы расходится. И теперь мы не видим, может быть, происхождение этих слов. Например, сущность и существование. Хотя это коренные слова, они произошли из одного. Или сущие. И так, по-моему, развивается любая форма сознания. Она возникает как момент развлеченности. На данном этапе, когда мы подошли к тому, что уже бытие реагионировано, не просто сущности реагионировано. То, что мир разбит на многообразие объектов, это нет ничего необычного. А то, что мир разбит на регионы, по бытию разные, по способу бытия, это уже как бы некое нечто новое. И вот увидеть это различие, да? Это значит, в эту схему нашу. А наша схема была классическая схема, где бытие одно, да? Бытие есть, не бытие вовсе нет, как бы бытие, оно просто одно. Это вносит как бы новое развлечение, что бытии может быть много. Что это дает? Это на самом деле дает понимание, например, того, что представляет собой отдельные разные культуры. В культурологии это понимание есть. Для того, чтобы одна культура могла понять другую культуру, вот, допустим, сидит человек в какой-то конкретной своей культуре. Он свою культуру ведь не понимает. Он только в ней может жить. Он может переходить от одного значения к другому. Он может как бы оперировать какими-то символами там. Но для того, чтобы понять себя, он должен встать на позицию другой культуры. И с позиции, когда две культуры друг к другу накладываются, когда вот возникает вот это вот различие, он может увидеть, в чем состоит его культура. То есть он может пытаться что-то понять. То есть момент понимания возникает из момента сравнения. И это относится теперь, в принципе, не только к культуре, к любому феномену. Это к феномену сравнения философии, или к феномену сравнения, допустим, религии и нерелигии. Просто мы же, я же говорю, можем подойти к этому вопросу с богословской стороны. То есть на самом деле понять религию может только человек, который является в том числе и светским. То есть только наложив одну культуру на другую. Ну это какой-то другой разговор. Потому что если их можно сравнивать, и более того, если из этого сравнения можно что-то позитивное извлечь, то это никак не сопоставимость и никак не разрубленный мир. Это гейдер чистой воды. Сравнили, получили профит. Как бы свели вместе. Это сравнение является основанием их тожества в итоге. Если они сравнены. Еще раз говорю. Ты исходишь из того, что субъект внутри себя... Нет, я говорю о том, что то, что ты сейчас излагаешь, оно противоречитых. Нет, именно не так. Потому что ты... Я еще раз говорю, что человек является аграрным единственным. Почему человек? Я говорю просто, две культуры. Если их можно сравнить, и из этого можно какое-то понимание... А почему сразу в гейдерском смысле сравнить-то? Нет, потому что понимание из этого получается. Профит, понимаешь? Ты что? Мы ставим... Вот есть, допустим, наша культура. Мы берем античные вопросы и ставим нашей культуре. Почему здесь? Мы, конечно же, античные ставим вопросы по-другому. Несопоставимости нет здесь. Несоизмеримости здесь нет. Их можно соразмерить друг к другу. Получается, что так. Получается, что, допустим, вот сравнивают японцев и американцев, да, в той же книжке. Ведь на самом деле все-таки сравнивают... Берут один и тот же вопрос, и говорят, а как там отвечать? У них отвечают так, а у нас отвечают так. А почему? Потому что здесь одна структура, здесь другая. Но все равно как бы есть, по крайней мере, единство вопрошания, единство человеческих проблем. Есть этические проблемы, как с семьей у них отношения, как с государством и так далее. Слишком много общего, чтобы можно было говорить о действительном, различии. Да, у них как бы другая структура, да, какие-то вещи как бы совершенно другие. Но почему-то весь костяк вопросов, на которых различие обнаруживается, он общий. Вот это чистое гигиенство, на самом деле, возникает. На которое можно закрывать глаза, но... Ну это не так просто. Из того, что как бы есть различия, и оно несосвязимо, и с этого не следует, что при сравнении сразу возникает общий основ. Ничего такого не следует. Основание-то не возникает. Просто еще, во-первых, есть действительно сравнимый вид. Из того, что есть регионы, внутри региона... По каким основаниям мы их сравниваем-то? Если мы их сравниваем, значит они есть, а если не сравнивают, значит их нет. Если точнее их нет, то мы не можем сравнивать. И могу пытаться на позиции европейской культуры стоять, сравнивать их с другими культурами, накладывать на свои. Она и становится в момент этого срока. Нет, ты не понял. Вопрос в том, что я вижу, в чем состоит разница. Я вижу себя только тогда, когда я могу себя отличить от другого. Если я не могу себя от другого отличить, я себя и не вижу. Все возникает только в отличии. Вопросы? У Гигеля восприятие так и устроено. Различается одно и не... Что дальше тебе Гигель? Что ты как бы пристал к Гигель? Гигель здесь ни при чем. Здесь никакой постклассики. Ну ты, значит, просто не пытаешься понять, что такое? Ну, как бы, что такое различие-то изначально? А, я буду молчать дальше. Не, ну что такое изначально различие-то? А где оно здесь? Здесь его нет. Монтик Скороль, начальное различие — это две культуры, которые не встретятся никогда. Ну такого не бывает. Вот и состоит суть, что такого не бывает. Вот об этом я и говорил, когда говорил про то, что есть фактическое единство. Нет. А потому что жизнь... Ну еще раз, у тебя шатает из одной крайницы другую. Причем здесь... Я же еще раз сказал, что человек внутри себя может стоять на различных формах, быть в различных формах сознания. И действительно, он агрегарно в себе внутри объединяет. Раз вообще мы говорим о разных культурах, значит, мы осознаем их разницу. Но из этого не следует, что есть единство. Нет следующего шага. Есть шаг, да, у человека, и одно есть другое. Он и в политике, и в искусстве, и в науке, может быть, и в религии. Он может разделить себя, в каждой форме он живет своей какой-то жизнью. И одна форма у него может вообще, как бы, вплоть дойти до шизофрении, да, что как человек распадается на различные личности. Но мы не говорим о таком клиническом случае. Но в каком-то смысле вот это приближение к этому, да. Человек в церкви один, там, дома другой, там, на работе третий, там, и так далее. И каждый раз вот этой формы-то много. Из этого не следует, что эти формы все вот так вот объединены в одну форму. Вот в чем вот состоит проблема. Одной формы нет. Есть много форм. И человек может в каждой форме быть. Точно так же он берет две культуры. Человек может поехать в это... Формальная культура. Послушай, теперь про культуру. Человек может поехать в Японию, жить там 10 лет. Понимаешь, и будущее европейца внутри себя и сравнить. Внутри себя, понимаешь? Будущее укорененным и в одной культуре, и в другой. Непонятно, в чем это будет состоять, различие. Этого нельзя заранее сказать. Логика здесь будет или что. Но это, в принципе, человек внутри себя это сделать может. Нормальный вопрос, можно? А вот эта вот форма множественности, вот эта вот множественность агрегатная, это ведь тоже форма? Форма существования мира, вот эта вот регионированность мира, это же тоже форма. И она получается едина, она получается как бы уже окончательна. Вот чем не форма? Нет, ну это и вот... Форма множественности. Получается, что она все равно одна? Вот тут и состоит вся трудность, что форму множественности можно усмотреть только с позиции внешней. Когда ты эти все формы можешь как будто бы объединить. Ты можешь объединить только их пространственно, как бы нарисовав, условно говоря, все воображаемо, как будто бы эти формы можно сопоставить. Но ты не можешь их так сопоставить, потому что ты можешь только из одной формы переходить в другую. Непонятно, что сопоставляет. Понимаешь, вот если бы была такая позиция, где можно было бы встать между ними, да, тогда бы да, тогда бы получилось, что возникает форма множественности. Но такой позиции между нету. Ты либо на одной форме, либо в другой форме. Понимаешь? А как между ними встать? Нету между. Ты как бы, условно говоря, можешь пытаться как бы их как бы соотносить, но тем не менее никакого между нету. В этом и состоит проблема. Проблема, это как бы, она не связана с логикой как раз. Да, вот как вот поименить доказывает единство бытия. Он ведь доказывает его как бы в смысле единства пространства. Он говорит, есть одно сущее, есть другое сущее. Они друг друга сплачивают, потому что небытия типа нет. Как небытия нет? В том смысле, что между ними ничего нет. Не может быть ничего между ними в виде небытия. Но это можно сделать только с внешней позиции. Если как бы смотреть, что вот есть как бы пространство одно, а есть пространство другое. И между возникает только как пространственное между. Никакого другого-то между нет. А теперь вообрази, что есть между, но не пространство. Например, образ зрительный и слуховой образ. Ну, то есть не образ, а слуховое восприятие и зрительное. Как их сравнивать? Где тут между? Просто это вообще разные сущности. Вот о чем разговор-то идет. Разговор идет о том, что тут даже пространство не вообразить. Как это вообразить? Зрение – это нечто одно, слух – это нечто другое. Как их сравнивать? Непонятно. Ты понимаешь, нельзя ставить на одну почву, как бы, да, в сравнение разные сущности. Сущности должны быть соизмеренно одинаковыми. Ну вот, да, и согласен. Но, тем не менее, как бы, на самом деле, тем не менее, в каком-то отношении… Зрение и слух – хороший пример. Да, хороший пример. Но только культура – это не зрение и слух, да, культура – это многообразие, большое многообразие. И вопрос состоит не в том, на самом деле, чтобы сравнить их и сделать вывод относительно того, что там, как бы, можно найти общее основание. А вопрос состоит в том, как одна культура понимает себя. Она понимает себя, сравнивая с тем, что есть другое. Вот я понимаю, как я себя понимаю. Допустим, ладно, культуру оставим. Я понимаю себя, потому что смотрю на других людей. Но слух не понимает себя тем, что сравнивает себя со зрением, а зрение не понимает себя тем… Да, есть и такие вещи. Это ведь так? Это есть такие вещи. Это куда… Только культура просто многообразнее. Просто и там культура, и здесь культура. Даже слово – одно и то же. Тебя не смущает это? Даже слово одно и то же. Вот культура и сонцев, вот культура… Я уже сказал языки. Они уже пути погружены в три? Слышал я? Я же говорил про язык. Ну, так со зрением и слухом. Есть такие вещи, которые несоизмеримы. Конечно, есть. Но культуры не таковы. Это может про зрение и слух тогда лучше говорить? А что тут говорить? Есть такие, которые вообще несоизмеримы. Вот зрение и слух, да, просто параллельно, и все. Или мышление и восприятие. Но при этом они как-то в какое-то синтетическое восприятие мира складываются? Складываются, да. Конечно, складываются. Дело же не об этом идет речь. Речь идет просто о том, чтобы они... Но они параллельно... Дело состоит то, что... Это зрение и слух, это вполне... Ну, есть два мира. Можно сказать так было. Есть с этой позиции, с которой я вам сказал. Можно сказать, два мира. Есть звуковой мир, мир звук. А есть мир образов. Два мира, которые друг к другу мы соотносим только благодаря тому, что нам это из практических соображений нужно. Но вообще говоря, мира два. А этот мир как бы разделены. Их никак не соотнести. Есть живопис, условно говоря, если выбрать искусство, а есть как бы музыка. И это совершенно разные виды искусства. Конечно, можно какие-то мосты, благодаря языку, благодаря тому, что люди тут, ну, как бы человек пытается что-то тут наладить, какую-то совместность, да. Благодаря нашему опыту. Да, благодаря тому, что, в принципе, мы укоренены в мире действительно не так вот прямо разрозненно, да. А мы пытаемся как бы этот мир учреждать в виде единства, да. Все объединять пытаемся. Но это наше желание, на самом деле, а не реальность. Мы же сейчас пытаемся как бы говорить о том, как на самом деле, а не так, как желаемо. Не, ну в смысле? Ну в смысле? Я просто еще раз говорю. Если, ну мы же, у нас, у нас на самом деле не разваливается мир, на мир слуха и мир, там, зрения. Как давно... У больного человека может развалиться. Понимаешь, из того, что, как бы, а вопрос, о чем здесь идет? Опять мы в катаксе. Вопрос, у как бывает, что... Хорошо. Получается, что если у больного человека это развалится, значит, это только желаемое. Нет. Или что? Нет, не из этого следует. Это из того следует, что я пытаюсь говорить не о человеке, ты каждый раз все к субъекту стягиваешь. У тебя каждый раз вот эта классическая позиция, все к субъективности свести. А я тебе говорю, что давай попытаемся как в мире посмотреть, как оно. Ты когда опять с способностями свел, это просто не что иное, как на самом деле, классический способ как бы рассуждения. Все свои с способностями, да, субъект объектной различией. Я тебе еще раз сказал, с позиции субъекта, да, с классической философией, это не увидите. Это не увидите никак. Все сведено, потому что все субъективно. Но при этом, как бы, я понимаю, к чему ты призываешь, но при этом это уже будет, как бы, ни разу не феномалогическое подход. Где ты, как бы, встретишь там? Ну, только если больными заниматься, если самому быть больным, то есть... Да это... Где ты встретишь отдельное зрение и отдельное... Мы будем дальше продолжать, и ты просто сопротивляешься, как бы, уже чему-то очевидному. Ну, это же глупо, как бы, так вот. Почему чё вы обсуждать? Ну, какой очевидный? Мы будем обсуждать... Ну, что очевидно? Ну, очевидно, что в постклассической философии там дискурсы есть, там культура есть, там антропология, там постструктурализм. Я не знаю, ну что, я теперь буду доказывать вам, что все они, как бы, основаны на каком-то опыте. Вы мне по каждый раз тыкаете носом, что это не так. Ну, не так, что давайте говорить, что Гегель прав. Ты вообще не понимаешь, что мы говорим, что ли? Причем здесь это вот... Ты вот сейчас вот перечислил тирану, да? Я ни одного слова не понял, каким образом это проистекает из того, что... Я еще раз говорю, давайте согласимся, что регионов много. Просто согласимся и все. Согласимся. Ну, все. Мы согласны и так, что их много. Да, и не будем это обсуждать. Вы каждый раз обсуждаете, почему бы их много. Я, например, не согласна из того, что ты заявляешь, что почему-то у тебя единственное... Это обязательно мышление, а различие для сознания. Ну, баба, смотри, давай, давай обсудим. Я не вижу, что это очевидно. Тебе это очевидно, мне неочевидно. Неочевидно, это сложно. Чтобы это понять, надо, конечно, много что развернуть. По какому различиям занимается мышление не меньше, чем... Ну, а как оно различает? Вот давай попытаемся... Мышление — это понятие. Мышление — это понятие. Как оно различает? Мышление сводит все к неким всеобществам в виде понятий. Понятия, в принципе, все объединяет в единство. И они различаются между собой понятиями. А как понятия различаются между собой? Ведь на самом деле у Гегеля в итоге получается, что есть единое одно понятие, одна идея. Вот так понятие по цепочке, вот так вот, все сводится к одному. Но разделение у него же есть. А как они удерживаются, эти различия? Они различия удерживаются только сознанием. А в мышлении они все по цепочке, все с тебя втягиваются. Обосновываешь или повторяешь? От рода к виду. Мышление развивается как родовидовое различие. И на самом деле изначально мышление построено на том, что все всегда сводится к одному. Вот как бы есть многообразные различия, оно скопывается, потом каждый раз схлопывается и схлопывается. Я не вижу этого, не очевидно, не понимаю. Где у тебя там схлопывается? Как оно вообще может что-то объединять, если изначально оно не видит различий? Различия же в сознании есть. Есть восприятие. У тебя получается как какие-то... Давай послушаю, восприятие есть различия? Восприятие есть различия? А почему мышление и восприятие видят то же самое? Оно видит и различия. И с чего ты взял, чтобы... Ну а как, вот расскажи, как оно... Восприятие есть различия. Вот восприятие есть то же самое? Давай ты наступил все это. Восприятие есть то же самое? И то же самое есть. Ну вот и началось. Вот я же и говорю, что... Что говорит постклассическая философия? Подожди, постклассическая философия что говорит? Что говорит? Что у восприятия нет то же здесь. Нет то же здесь. Восприятия тоже здесь нет. Только различия. Это понятно. Это понятно. Но если... Нет. У Сони другой вопрос. В восприятии нет то же здесь, с этим я готов согласиться. Но я не готов согласиться с тем, что в мышлении нет различий. Объясню почему. Потому что, например, есть математика, чистая математика, чистое мышление, в котором различий дофига. Она как бы содержательна в себе. Это поразительно. Это движение чистого мышления, которое содержательно. Почему чистое мышление? Ну как бы мышление просто. Ну а откуда? Где там сознание? Где там сознание? Хорошо. Если бы там не было сознания, как бы, допустим, как математика сама по себе развивается? Она может стартует с каких-то элементарных различий сознания, но дальше она обводит кучу различий. Она ничего не может сама сделать? Нет, подожди, подожди. В чем проблема у людей, которые изучают математику? В том, что как бы помыслить различия они могут, а сознанием его ухватить они не способны. Они как бы, я не понимаю, что здесь, но не понимаю смысла, смысл-то из этого следует это, а это отличается этим, это понятно. Они не могут ухватить, как вот, допустим, они ухватывают в элементарной геометрии сознанием в виде каких-то вот реально существующих форм те тезисы, которые там есть. Вот они сознанием удерживают все эти различия. Различие точки и прямой, пожалуйста. А ты удержив сознание и различие топологического пространства и метрического пространства вперед. Не удержишь. А в мышлении они удерживаются. А что ты просто не понимаешь, что такое удержать различие в сознании? Это не значит, что ты как бы без слов и ты как-то удерживаешь. Это просто означает... Сознание это восприятие все-таки. Я так тебя понимаю. Ну вот, началось. Ну вот видишь как бы. А что это? Мы обсуждали про сознание, ну не знаю, там 10-12 там этих. Это не восприятие совершенно. Есть восприятие, оно действительно только-только одни различия. А в сознании, в сознании это схема, которая наложена на восприятие. Из восприятия, из многообразия этих различий вычлены только те различия, которые существенны. Не все бесконечное количество различий. То, что восприятие-то, оно бесконечное количество различий. Я говорил о том, что восприятие есть пространство. Хорошо, схема, схема. Схема. Так вот, откуда нет такой... Эта схема потом дальше удерживается в языке. Когда ты воспринимаешь мир, или не воспринимаешь мир, неважно. У тебя никогда в схему сознания не войдет различие топологического и метрического пространства. Не будет у тебя там такой сетки, как ты любишь говорить про сетку, нету такого там. Это чисто различие в мышлении. Вот что интересно. Ну, непонятно мне это. Ну, как? Ну, вот так. Ну, я тебе... А они тождественные... Подожди, я понимаю, что ты заявляешь это просто потому, что это так. А я тебе раз могу объяснить, почему это не так. Потому что мы... Вот есть математика, допустим. Она сама себя не понимает. Почему? Это... Математика – это некая операциональность, как бы... Она стартует еще операционально, и еще это заканчивается. Для того, чтобы его понять, должен быть этот математик, который на самом деле входит, как бы... Вот различает вот эти вот вещи. И в конце, в итоге, этот тот итог, который получается, должен тоже различить и понять. Вот этот процесс понимания, на самом деле. Сознание связано с пониманием. Он не включен в математику самую. Я согласен с тобой. И мышление... Об этом... Мышление и не есть понимание. Понимание относится к сознанию. Ну смотри, так вот пять минут назад я об этом и говорил. Совершенно верно. Я сам говорил, что понимание относится к сознанию. Я говорил, что это проблема у тех, кто занимается математикой, понять, что там. Но ты сам пойми, если ему нужно усилие, чтобы сознанием схватить различие, которое на самом деле... Потому что не только он эту теорему читает, а многие другие... Уже там все-таки заложено каким-то образом. То есть, значит, оно в мышлении-то присутствует. Еще раз говорю, да. Мышление присутствует, потому что в сознании присутствует мышление. Сознание вообще-то везде присутствует. Не так, что мышление... Ты говоришь, что чистое мышление, такого не бывает. Понимаешь, что ты делаешь? Зазнание везде. Нет, смотри, а если бы... Вот смотри, если это было бы различие сознания, и его нужно было бы схватить мышлением, то мышление должно было бы напрягаться. Вот. Здесь происходит обратная ситуация. Различие есть мышлений, а сознанию приходится напрягаться, чтобы это осознать. Есть одна вещь, когда ты уже что-то знаешь и это излагаешь, а есть другая вещь, когда ты чего-то не знаешь. Совершенно разные просто ситуации, опыты. Конечно, один опыт, когда уже математическое что-то выписано, ты подходишь и пытаешься это понять. А другой опыт, когда ты это все понимаешь и пытаешься это изложить. Нет, ну... Разный опыт. Ты не согласен, что это контрпример по поводу того, что в мышлении нет различий, а только тоже? Ты с этим не согласен? Вот это математика. Я говорю об этом только по поводу того, что там есть различия. И они, главное, удерживаются. Различие математики удерживается. Во-первых, оно как бы вообще изначально удерживается. Вот есть восприятие. Сознание, оно на самом деле различие не только в восприятии, оно различие в любом объекте. А в любой объект, который ты исследуешь, если, допустим, твоим объектом будет, условно говоря, математика и какие-то там, учебник по математике, то точно так же все различия, которые ты сможешь ухватить, они будут удержаны твоим сознанием. Потому что для тебя это, условно говоря, это набор знаков. Ты знаешь, какой-то. Сейчас ты все сводишь к субъекту, в свою очередь. Я пытаюсь как бы говорить про чистое мышление. Нет никакого чистое мышление. Ну, хорошо. А как ты предлагаешь не сводить тогда к субъекту? Вот ты меня обвинял в этом несколько раз уже. Но если мы говорим о сознании, как без субъекта-то быть? Я думаю, подожди, мы сейчас просто другую тему обсуждаем. Это все равно, что играя в шахты, ты спросите там, а ты кушал там, там вообще какой-то бред. Мы сейчас обсуждаем как раз сознание. Как сознание можно без субъекта обсуждать? Я что-то не понимаю. Я просто сейчас говорю, что надо удерживать разницу сознания. Единство мира можно без субъекта обсуждать. Единство мира тоже, на самом деле, во-первых, можно обсуждать, а во-вторых, как бы, его нельзя редуцировать в субъект. Есть мир сам по себе. Вот, например, есть наука физика. Можно всю эту физику редуцировать, натурфилософию. Но из этого мы потеряем все содержание физики. Можно сказать, что там, какие-то общие высказывания сказать, что есть движение, там, понимаешь, там, как это есть пространство, там, стихии какие-то. Можно свести. Но, тем не менее, как бы, содержание потеряется. Точно так же и здесь. Когда мы редуцируем все к субъекту, когда я это имел в виду, то мы потеряем все содержание о том, что я говорю. Все можно редуцировать к единству. К субъекту и к единству. Но когда мы обсуждаем, на самом деле, почему, как можно удержать это различие, то я и говорю, указываю на то, что, конечно же, естественно, что все субъективно. Я указываю на то, что есть вот такая способность сознания. И удержать его надо в сознании. Не в мышлении, а в сознании. Потому что сознание, только сознание может, есть основание различия, и оно, собственно, это различие может удержать. Если мы каждый раз будем сознание редуцировать к мышлению, как ты бы и пытаешься, математика, в частности, ну и вообще, как бы, есть общее представление, не только у математики. Что все, как бы, есть мышление. Ведь вообще общее представление классической физики, оно ведь не различает... Но у математики нет такого представления. Просто математика, она сама есть мышление, и все. Но это ты так не скажешь. И она при этом, как бы... Не знаю, это же, как бы, тоже тезис, который требует, по крайней мере, своего подтверждения. Почему это так? Откуда ты знаешь, что математика это и чистое мышление? Ты так думаешь. Почему это так? Ну, если это математика, чистое мышление... Ну, почему до сих пор... Хорошо, почему до сих пор невозможно ввести, там, как бы, понимание того, что такое натуральное число? Почему? Как его понять? Можно, конечно, много написать, всякого рода, там, аксиоматик. А что это дает в понимании того, что такое натуральное число? Я говорю тебе, натуральные числа — это различие чистосознания. Его невозможно никак редуцировать в каком-то алгоритме. Ну, вот, вот... Так вот, поэтому математика, по сути, как бы, не должна этим заниматься. Тыркнулась туда, в обоснование, поняла, что это бесперспективно. И не занимается этим, а дальше строит свои... Потому что заниматься осознанием ей не с руки, это не ее дело. Да, дело не в этом, просто, как бы. Есть такая интуиция, наверное, она тоже требует свое обоснование. Что все различия, различия схематичные. А мышление является только операциональной способностью, которая движется в этой схеме. То есть мы, как бы, с помощью мышления движемся внутри схемы. То есть есть некая схема, как бы, да, как дорожная карта. Вот есть карта, да, условно говоря, а можно по ней двигаться. Вот сознание — это некая карта. Где указаны точки, места, куда можно двигаться, что можно с ними делать, да, там. Карта, вот, как пространство, оно же различено. Здесь одно, здесь другое. Даже если оно одинаковое, оно, тем не менее, различено по месту, где оно находится. А мышление — это вот как машина. Сел в машину, на эту карту смотришь и куда ты едешь. Вот что такое мышление. Вот именно в этом плане мой контрпример с математикой. Еще раз, я как бы все... Математика. То есть такая же схема некая. Так вот, когда была элементарная геометрия Евклидова... Еще раз, подожди, подожди. Я уже все это прослушиваю. Тем не менее, все равно эта схема сознательная. Так вот, эта схема сознательная, она, как бы, действительно была сознательной. Ну, как она дальше, вот эта сознательная схема, трансформировалась в такую, как бы... Вот эта карта была вот такая, да, а стала суперподробная, суперогромная, ушла в какие-то неведомые области. Каким образом это произошло? Расскажи. Я тебе могу рассказать. Есть понятие варьирования параметра. Гомологические ряды, если так учишь. Можно, например, отрезки есть там, допустим, плоскость там, пространство, да? Потом пространство одномерное, пространство многомерное. Пространство такое, сего... Одномерное, многомерное, это понятно. Это все, каждый раз различие. Каждый раз нанизываются различные различия. Добавляется какой-то параметр, какая-то степень свободы, как бы, да? Вот ей можно так посмотреть, а почему бы не посмотреть? Можно посмотреть, были действительные числа, раз комплексные. Почему бы так не посмотреть позиции? И каждый раз просто возникает вот это вот различение. Все основано на том, что это различие улавливает, и как новую возможность использует. И потом весь аппарат уже как бы применяется, и возникает вот эти переносы, как я говорил, по дороге вот ездит, и возникает вот вся эта карта. Так нет, но ее не... Еще раз говорю, эта карта не имеет какой-то коразмерности трехмерной или нет, это просто в принципе карта. Просто на самом деле, если я пример с картой привести, с математикой, на мой взгляд, да, я выскажу свою точку зрения, опять же, и готов больше не высказывать, и можно двигаться дальше. На мой взгляд, происходит так. Действительно, есть какая-то начальная карта, вот, есть машина в виде мышления, дальше в нее садятся, едут, и уезжают за пределы этой карты. И уезжают за пределы, и дальше, и дальше... Как за пределы сознания уезжать, да? Куда? Бессознательное? Куда? Вот им раз расскажи, куда уезжать дальше? Дальше, куда можно уехать? Движение логики. Какое движение логики? Все находится в сознании. А потом, еще раз, получив какие-то логические движения, пытаются их осознать. И таким образом карта эта прирастает. Вот так происходит на самом деле. Эта карта как бы обогащается за счет движения логики. Понимаешь? Я не могу себе представить, каким образом, вот, возможно, карта сознания, в которой будут равномерные сходения, непрерывные сходения, потому что, конечно, слабо, спокойно, сильные, рядовки. А по-твоему, как математик занимается? Он берет, выписывает три аксиомы, потом сидит так. Из этих аксиом следует вот такая теорема, а потом такая. По-твоему, вот так математика развивается? Или философия так же строится, да? То есть сначала у философов говорит, что давайте рассмотрим простой вопрос восприятия, а потом, потом другое. Так он рассуждает. Он думает, что от начала к концу рассуждает, что ли? Он просто сначала видит изначальный конец, а потом уже выстраивает его по какой-нибудь формуле, в виде аксиматической системы или любой другой системы. То есть сначала он видит результат, а потом его уже выстраивает так, как его принято выстраивать науки. И поэтому, на самом деле, то, что ты говоришь, вот как-то куда-то там двигаться, нет такого движения. Он сразу просто видит результат, но он видит результат, и сразу поле расширяет сознание. Он расширяет поле сознанием, а потом его, видимо, в виде мышления уже выстраивает в виде каких-то цепочек логических. Вот, например, Гёдер увидел, что следует из того. Просто он интуитивно увидел, на самом деле, что есть тут некая противоречия. А потом попытался его формализовать. Понимаешь? И так каждый раз. Каждый раз ты видишь что-то такое. Вот тебе кажется, вот здесь должно быть что-то такое. Вот видишь, как бы, что-то такое. Какое-то различие видишь. Ну, видишь, потом пытаешься его концентрализировать, пытаешься тут покататься, поле расширить. Может быть, то надо сделать, поварьировать пытаешься. Вот в чем идет разговор. Каждый раз интуиция перевеет. Сознание ведь на стороне интуиции. У тебя получается, что мышление как-то живет какой-то своей жизнью. А интуиция у тебя куда делась? Ну, это интуиция. Я не спорю. Но это интуиция в пустоту. Понимаешь? Нет этих различий. Еще раз говорю. Но того, как это все произошло. Ты вот говорил про мир, про мир до этого. Ты говорил там буквально, я цитирую, что вот мир, как бы, в нем есть различия, там, может быть, бесконечные различия, они все есть. Вот. И дальше, как бы, сознание, как сетка, какие-то укладки. Почему на мир, я сказал, нам нужно учебник философии читать, то есть та же сознание накладывается схема на понимание учебника. Так вот, математика исследует такое пространство, как бы, математического, пространство математического, как пространство звука, там, не знаю, вот, где, как бы, различия устанавливают, они возникают по ходу. Да, он рождает, как бог такой, математик, как бог такой, а вот сотворил новую сущность, а всего этого не было, конечно, до него, да, там, древние века, ничего, никакого, ничего такого не было, там, а потом все это возникло, родили математики, все родили, все в мире вдруг это появилось, да? Да. Так, что ли? Или это все, все-таки было, все эти аспекты были, а математики, а люди усмотрели? Не было. Ну, а что тут говорить? Ну, вот, а в этом и состоит разница нашего понимания. Я считаю, что все происходит тем способом, что мы в опыте усматриваем новое различие и, как бы, расчленяем все больше ситуацию. Более того, как бы, возвращаясь там... А у тебя, получается, что человек, как творец, как бы, творить сущностей, которых не было, но это же, как бы, ты думаешь, о чем ты говоришь. Более того, различия творить, да. Более того, даже, как бы, мир, действительно, тут, как бы, можно и Гегеру сказать спасибо, а можно и вот эту современную философию постклассическую, твою любимую, посмотреть. Даже мир не есть такой, как сказать, не есть такой каменной из своих различий. Различия возникают и исчезают. Что бы тогда иначе говорили про историчность? А что бы было разница? А про законы, законы тоже возникают и исчезают? Законы, законы, человеческое творчество. А вот то, что, например, начинают говорить, вот постиндустриальное общество, в котором есть там такие различия, которых не было раньше, и те различия, которые были раньше, стерлись. Вот тебе знаком такой разговор? Вот такой разговор возникает. Что это значит? Это значит, что эти различия, все-таки, и причем, речь идет не о субъекте, то, да. А я же говорил о прогрессе, что ли, какого-то? Я же тебе говорю, что разные, много. Естественно, разные бывают ситуации. Бывает, что в каком-то отношении какой-то прогресс временно, потом бывает, как-то, все эти различия отбрасывают. Либо науки были, флангистон там был, там, эфир был, там, потом это все отбросили. Науке, это, на различия науки, это различия в культуре. Так же и в культуре. Я говорю, в мире, в мире различия могут возникать или исчезать? Могут. Все различия и схемы. Понятно. Подожди, но все-таки, ты говорил, что все различия и схемы, эта схема ухватывает часть различий, которые присутствуют в реальном мире. Да, именно так. Так вот, вот эти реально присутствующие в мире различия могут исчезать. А как они могут исчезать, если тут трансляция возникает? Нет понятия. Они исчезли, они перестали транслироваться через схему. А как они исчезли? Мир может быть подвижен. Подвижен. Одни различия и сезли, другие возникли. Мир теоретически, наверное, может быть подвижен, но, как показывают, законы природы не меняются. Законы не меняются, что другое меняется. Так это и есть разговоры о законах природы. Схема, это в некотором отношении ухватывает нечто существенное. Это то, что остается... Если схема ищет именно законы природы... Нет, она не только ищет, но она ухватывает существенное, потому что схема же сохраняет, сознание говорит, сохраняет. Конечно же, есть нечто, что не сохраняется там. Надо бы укладывать те различия, которые постоянно явно сохраняются. Ты на месте историчности, да? И где эта историчность? Историчность могла быть только в том случае, если какие-то различия реально исчезали и реально возникают. Понимаешь? Точно так же, как тебя смущает, что математика порождает весь этот мир математического, и интуиция своей в пустоту обнаруживает вот эти новые различия. Это возможно, и в этом и есть историчность. Иначе, как бы, ни о какой историчности говорить не надо. Будет мир идеи вечный, вот, или мир, как бы, вечных различий в этих вещах, бесконечности. Я говорил о различии регионирования бытия. Мир сам регионированный, поэтому у нас точно так же отражается регионирование. Так вот эти регионы могут ходить, понимаешь? Они могут сливаться, могут развиваться. Как сливаться? А почему нет? Да я не знаю, просто о чем речь-то идет вообще. Ну как вот слух может слиться с видением? Слух с видением не сольется. Ну в каком-то смысле вот есть регионы, которые точно так же не могут. А культура японская когда-то возникла? Понимаешь, была европейская. Но это разные. Не было еще раз. А культуры как бы сливаются, разливаются. Есть разные вещи. Так вот историчность, она там все-таки, понимаешь? Да историчность и там, и здесь, она во многом историчность. Есть историчность преемственная, где на самом деле возникает одно, а потом из него преемственно раздвигается другое там. Есть некие, в истории бывают прогрессы, бывают регрессы, много что бывает. Просто как бы и предлагается некоторый методологический способ, методологический способ этого изучения. Где различено как бы сознание и мышление. И накладывается все на все эти перипетии там многообразные, совершенно разнообразные действительно. И регресс, и прогресс, и прочее, и несоизмеримость. Просто предлагается все это вот как бы взять эту методологию, туда перенести и попытаться что-то на основе ее понять. А в чем тут и разговор-то идет? Так только об этом. Я не пытаюсь что-то каким-то одним аршином все измерить. Просто есть некая методология, да. Есть как бы многообразие. Надо как-то взять методологию и применить, и посмотреть, что из этого получится. Мы когда-то долго-долго разбирались с тем, что мышление и сознание различили. А теперь получается, что их не надо различать. И они не различены. И вообще как бы этот разговор надо забыть. И так все свести к единству. А зачем тогда вообще мы занимались так долго попыткой как бы ввести это различие, сознание и мышление? Мы когда говорили о том, что это сознание, мы ничем других ведь не занимались, кроме попытки различить сознание и мышление. И вот как бы есть некая гипотеза, да, согласен. Может быть надо о ней там думать, обсуждать ее надо. Что как раз на стороне мышления находится тождество, а на стороне сознания находятся различия. Потому что вообще мышление и различие в конкретности культуры, да, вот уже воплощенности, трудно различить. Одно дело в субъекте их различить, как способности. А другое дело в культуре воплощенной их различать. Ну как вот, вот есть у тебя культура. Да, она в виде текста, в виде произведения искусства, в виде архитектуры. Как это разрывать? Как там увидеть, где мышление, а где сознание? Там не увидеть его. Как это сделать? Надо, значит, применить какой-то критерий, найти какой-то способ понимания, в чем состоит, собственно, воплощенность сознания, в чем состоит воплощенность мышления. Если этого не понимать, то как вообще к культуре подойти? Тогда мы беспомощные, будем стоять на нем, глазеть, и ничего не сможем увидеть. Либо мы придумываем такую методологию, либо остается, так сказать, в состоянии этого глазения. Много культур, да. Типа, мир это, мы это региональный. И больше сказать нечего. Действительно, как вы тут сидели и говорили, что сказать больше нечего. Ну действительно, что? Больше сказать нечего. И не надо ничего говорить, надо сидеть и глазеть. А я предлагаю, может, что сказать? На основании изначального, нашего же, мы же совместно этим занимались. Те, когда объединяют культуру, они занимаются тем, что ездят, понимаешь, что входят в обе культуры. Да вот, скорее, сколько угодно входят, мы занимаемся философией, а не изучением культуры. Мы вообще, я не предлагаю даже культуры изучать. Я изначально хочу просто методологию самому понять, в чем состояла бы здесь возможная методология. Я говорю, изначально посылка состоялась в том, что культура сама себя понять не может. Она может понять себя, отличая от чего-то другого. Естественно, рядоположного. Не может культура отличать, ну может, конечно, культура от природы себя отличать. Но все равно, чтобы она поняла себя именно как культура, она должна была отличиться от другой культуры. Конечно, здесь возникает много вопросов, как это сравнение происходит. Пока это не важно. Важно состоит в том, что только таким способом одно может понять себя, отличая себя в каком-то смысле подобного. Конечно, культура, ты правильно здесь замечаешь, слово одно и то же. Какое-то единство, конечно же, присутствует. А мне кажется, очень верно заметил, что культура сама определяется, отличая себя от природы. И это тоже важно. И это важно. Но как бы она не понимает себя как культуру. Вот если ты будешь отличать себя от вещей, вот человек отличается от вещей, то ты не поймешь себя как человека. Ты только поймешь себя как отличное от вещи, как другое вещи, но как человека себе не поймешь. А можешь понять ты себя как человек, если ты отличишь себя от другого человека? И тогда ты будешь говорить, что я человек один, а он человек другой. А так ты будешь говорить, я, например, не стул. Ну, много про себя знаешь, конечно, что ты не стул. Хорошая мысль-то хорошая, конечно, информации много. Но все равно это слишком большой круг еще остается, чтобы подойти ближе к человеку. Чтобы подойти к человеку ближе, надо взять ему, говорят, положено нечто. То есть другого человека взять. И когда один человек от другого отличается, тогда возникает близость. Тогда возникает понимание, что такое человек. Так же и культура. Конечно, от природы она должна отличаться. Кто тут спорит? Мне кажется, что наиболее близко она подойдет к пониманию себя. Если она одна, культура будет отличаться от другой. Тоже на самом деле вещь. Я даже не знаю, как к ней подходить. Можно пытаться просто. Просто культура это не комитап. Вообще говоря, одна философия есть, допустим, античная. А есть наша философия, европейская, современная. Вот как их сравнивать? Можно просто брать тексты, читать. И как понимаешь, так и понимаешь примерно. А можно пытаться все-таки дистанцию удерживать. Либо мы считаем все-таки, что античная культура в этом культурологическом смысле нечто другое, нечто особое. Либо мы считаем, что это то же самое. И все как у Геглевского, склопывается в одно. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Вот удержать вот это вот различие, это сложные вещи. Можно его только на основе сознания сделать. Для этого надо разработать это понимание различных форм сознания. Формы сознания, они разные. Надо удержать, что такое форма сознания. Что такое историчность. Это как бы удержать. Вот там форма сознания одна в античной, сейчас форма сознания другая. В чем состоит их разница, надо понять. Это не... Конечно же здесь сразу возникает такая интуиция, что надо общее основание найти и прочее. Наверное. Но вот надо как-то это сделать таким способом, чтобы не потерять сущности античности. А то может получится так, что все будет сведено к нам. Понимаете, что у меня? И все утеряется опять, вся специфика. Вот что меня смущает, так как бы, ну, некоторая непосредственность получается. Если как бы вещи, ну, или мир, да, содержит в себе множество бесконечных вот этих различий. Вот, и сознание только лишь в качестве сетки, и одна форма сознания выхватывает одни различия, как бы, как существенные, другая, другие, третий, третий, получается так, так? Вот. Но при этом все эти различия и так есть в мире. То есть, допустим, в античном мире были важны, как бы, для той античной формы сознания одни различия, но для нас важны другие. Но мир не изменился. Мир в смысле, как бы, в смысле своих реальных различий, которые в нем есть. Преемственность же, мы же говорим про философию преемственности, есть области одинаковые, более-менее. Ну, вот как бы... Надо найти, в чем различие состоит. Вот смотри, а тожество мы всегда на смысл умеем найти. Тожество, вот этот, как бы, мир, да, с бесконечным количеством различий, он, как бы, является основанием вот этим тожеством. Так вот, можно было бы пойти ведь дальше, можно было бы сказать, что на самом деле и этого тожества, и этого единства нет. Может быть, они жили в другом мире, понимаешь? Может быть, как бы, была история этих различий. Может быть, сами различия, одни исчезали, другие возникали. Не просто, как бы, изменилась форма сознания в виде вот этой сетки, одни очки сняли и одели другие. И одно стало неважно, другое стало важно. Или, допустим, сетка стала более подробная. Это какой-то банальный разговор. А вот если одни различия исчезли, или постепенно исчезали, вот, а другие возникали, из-за этого приходилось менять очки, чтобы видеть, что на самом деле происходит теперь. Вот, как там говорят, там, философ, там, должен держать руку на пульсе современности. Какие-то новые различия пришли. Все, как бы, старое не работает. Не потому, что, так сказать, а потому, что... Ну, это вот странно было бы, если представь себе. Можно так, как ты рассуждать. А с сексом, в этом ничего особенного-то нет. Нет, тогда их не сильно. Вмиримость, она просто не имеет. Странно, не так просто получается, что они, как бы, идиоты, получается? Нет. Или мы идиоты? Нет, вот, как раз у тебя получается, что мы... Ну, как? Что кто-то из них, кто-то из нас идиоты. Почему нет? Потому что, потому что, вот, как бы, просто одна форма сознания была другая, но мир-то один, понимаешь? Если мы, допустим, ухватываем и их различия, и свои различия, все, они идиоты, получается. Нет. А если, как бы, если... Еще раз говорю, есть, как бы, соизмеримость, а есть несоизмеримость. Так вот, несоизмеримость. То есть, если бы, если, допустим, нечто соизмеримо, то тогда получается, что, допустим, фалис вам чего-то не понимал, а не понимал разницу в явлении существа, а мы понимаем. Так я об этом и говорю. Нет, ну, это несоизмеримо. А если несоизмеримо, то мы, как бы, и вопрос такой поставить не сможем. Как это? Ну, мы же ставим вопрос. Нет, ну, это бы назывался редукцией. Мы можем редукцировать чему угодно. К единому основанию... Настоящая несоизмеримость, да? Тут уже, как бы, видно, к миру, как бы, о котором говорил он и о котором говорим мы. Вот настоящая несоизмеримость, когда это разные вещи, когда он сам, как бы, трансформируется. Ты хочешь, как бы, предъявить, как бы, фалис? Ну, я понимаю, но он просто не идет от каких-то этих магических, ну, правильно, трансформируется, ну, это дело не идет про маню. На самом деле это не про маню, речь идет о том, что у Хайдегра называется, вот он про историческое, как говорит, история бытия. У него не просто философия или наша форма сознания, да, меняется, и, как бы, мы по-разному смотрим на вопрос бытия. А это история самого бытия. Вот о чем идет речь у него. Это, как бы, очень важный момент. Это можно не любить, это можно, как бы, говорить, что он идиот, вот. Но, тем не менее, это там черным подбелом написано. История самого бытия. Я понимаю, история самого бытия, это хорошо, хороший разговор, просто бытием у него называется то бытие, которому все редуцировано, это бытие присутствия, как бы. И получается, что это все равно, что история самого человека. Это только, как бы, только бытие времени, ну, да. Ну, может быть, это только бытие времени, если честно. Вопрос, на самом деле, и с этой стороны надо, наверное, тоже исследовать, потому что, как бы, действительно, есть такая возможность, что сам мир меняется. Там, допустим, исторические дисциплины, там, многие, да, как бы... Чем они тогда иначе заняты? Либо их надо статуса науки лишить, да? Ну, они, как бы, вроде как, как раз усматривают возникновение... Просто здесь философии не будет, это очень проблема. Если, как бы, мир еще сам меняется, как бы, ну, что тогда, можно сказать? Ну, все, как бы, здорово, мир меняется, там, все множество. Не, ну, почему нет? Во-первых, как бы, вот, собственно, чем занимаются, там, эти философии, которые держат руку на пульс, в современности, они выискивают те различия, которые, вот, как бы, сейчас стали, почему-то важны, набрали силу, я не знаю, выступлены передние планы. Хорошо, и это другой разговор, если выступлены передние планы, и, там, это все равно те-то различия, которые затынуты, они же остались. Ну, хорошо, пускай даже они остались, вот, и пускай те, как бы, тоже были, но все равно это какое-то движение, не то, что мы вывели их на передний план, понимаешь, не то, что вот, ну, так тоже, как бы, когда говорят, постиндустриальное общество, это, как бы, намекает на то, что изменилось сознание людей, да? Изменилось сознание людей, форма их жизни. Я согласен, что, допустим, вот, если бы был разговор такой, что одни различия выступают на свет, а другие, как бы, уходят, как бы, опять, как бы, уходят во тьму. Ну, это да, это было бы, как бы, хорошо, пусть так, да. Да, это было бы, когда бы мир все равно оставался одним, да, просто, как бы, мы к нему подходили бы разно, у нас была бы одна схема, потом мы взяли, что-то просто отсекли, как бы, там, и просто вообще забыли об этом. То, что за забеяние, там, и шло бы опять, как бы, как бы, в тень, да? Сознание-то, как свет, он высвечивает то, что нам интересно. Нам уже, например, те вопросы, которые волновали древних людей, неинтересны. Они там, например, мучились такими вопросами, а мы этим не мучимся. Не потому, что ответ, кстати, нашли. Да, понятно. Допустим, там говорят, что, якобы, древние, там, допустим, они же очень много с землей возились, там, они очень много возились, как бы, непосредственно с природной. У них очень много было всякого рода различий, примет, да, которых мы уже просто даже знать не знаем. Даже, и даже, как бы, вообразить нам даже сложно. Например, меня больше всегда поражает, вот эта, вот, родовая схематичность отношений, да, там, есть свекры, там, какие-то, там, ну, там, понятно, мать и отец, там, двоюродные братья, там, троюродные и прочее, прочее. И каждому, вот, такому, многообразному различию есть, как бы, отдельное слово. Тести, там, да, и мы уже в этом не разбираемся. Для древнего человека вот эта вот разветвленность, она была очень важна, и каждый понимал, что он вот в этой структуре, да, родовой, он представляет собой нечто определенное, да, он стоит, как бы, вот, в цепочке родовой. И по отношению к каждому члену своего рода он вот определенное имя. И это очень важно было. А нам сейчас это не важно. Я, например, до сих пор не могу понять, кто там птицы, там, кто там свекры и прочее, кто там птищи, там. Ну, там, птищи. Ну, классно, это вот самые простые варианты. Да, я самый правильный, там, то, что вообще я знаю. Деревья, вот это вот слово. Деревья, там, что такое нет, там, заловки какие-то, что там такое нет, на самом деле. Нет, ну, точно так же, вот, допустим, можно взять, это, опыт этого, какого-нибудь экскимоса, говорят, что они различают, там, не знаю, там, что-то, чуть ли не сто оттенков белого. Но это же немыслимо для нас. То есть они, как бы, снег у них бывает один, второй, третий, там, такой-то. То есть еще и оттенки белого, такой-такой-то. То есть, как бы, для человека, в его опыте, это было супер важно. Вот это все эти развлечения. Но мы-то придем, для нас снег один, но нам может два, там, три вида снега. Но все равно это для нас нечто простое. Мы не видим здесь много вот этих различий. Да, вот мы не станем это все различать. А он различает. Ведь, как бы, другой регион, да, вот, люди живут постоянно в окружении, так сказать, снега, да, в окружении вот белого, да. И у них это все выработался в некий огромный схематизм. Какие-нибудь люди, которые живут в лесу, допустим, они знают всякие тропки, там, всякие знаки, приметы, там, как листик падает. Они знают кучу растений, знают то, как растет, где растет, где грибы, где, так сказать, где волки ходят и прочее. Мы же вот, зайди в лес, в цивилизонный человек, еще же он этого не знает, он посмотрит, ну, это стоят деревья абстрактные для него, и все. Ну, в лучшем случае, трава растет, там, кустарник. То есть, он 3-4 различия увидит, и все. Вот это абстрактная жизнь наша. То есть, мы потеряли вот эту часть. Это понятно, но, как ни странно, то же самое возникает в связи с какими-то более такими абстрактными вопросами. Вот, как бы, было многобожие какое-то, не было вроде как вопроса об отношении там категории, множественности категории и единства Бога, вот, которое потом в христианстве возникло. Потом христианство, как-то, отошло, другие вопросы, субъект, там, выгодь. Так вот я сейчас в каком-то отношении, в смысле, говорю о многобожии. Я пытаюсь, если так подуматься, да, что такое регионирование бытия. Это вот оправдание этого многобожия. Что-то не является, как бы, глупостью, да, что древние люди были глупые, типа, там. Потом пришли умные христиане и сказали, что Бог-то один, а древние люди вот глупые были, а у них Богов было много. Понимаешь? В каком-то отношении у древних просто другой вид был на это. Мир был регионирован. Был мир красоты под Афродитой, был мир власти под Зевсом, был мир, допустим, техники там. Ну, заметим, у них только среди этих многих богов была иерархия. Они были в некой структуре. А потом, что и все власти, конечно. В власти должна быть иерархия. Нет, ну, а это уже как бы объединяет. Некая иерархическая структура объединяла их. Не просто они были свалены в агрегатное состояние, куча богов, а они как-то там... И заметь, что они были не только в области организованы, они еще были в родственных отношениях. Да, да. А это просто говорит о том, что существует различного... Что вот эта схема, о которой я говорю, она не просто так вот выписывается, как бы нам желалось бы. Она уже есть. Мы всегда возникаем, вот когда рождаемся в культуре, мы уже как бы очки вот этой схемы культурной уже нацепили. Просто люди понимали мир, исходя из того, как понимался род. Я недавно говорил о родовых вот этих связях, да, вот этих всех словах, которые объединяют людей в род. Потому что для людей род это был той самой схемой, которая все понималась в мире. И весь мир представлял собой огромный род. И все существа в мире, которые существуют, там, ветры всякие, там, силы природы, там, гром и прочее, земля, там, небо и прочее, они все объединены точно так же родственными узами. То есть через призму рода понимался весь мир. Постепенно, как бы, вот это вот понимание уходит, как бы возникает другое понимание. То есть, я говорю, здесь, как бы, структура вот этого понимания, она не является как... Я же почему протестую против логики? Она не является логичной. Понимаешь? Другое дело, что, как бы, мышление... Но, с другой стороны, откуда взялся этот род? Как они усмотрели род, так сказать, во всем? Они, конечно же, из мышления, или, ну, скажем так, лучше из опыта его спроектировали. У них есть опыт родовой, да, каждый из них представитель рода. И они переносили метафорически эти представления, как бы, переносили и на другие вещи, на природу саму по себе. Что и природа так же устроена. А мы разве не так делаем? Вот в некотором отношении так. Мы же точно так же поступаем. И точно так же, книги, наши представления о том, как все устроено, переносят на то, как устроен мир. Мы каждый раз, на самом деле, мир понимаем из некой метафорически, того, как мы понимаем, ну, в смысле, как устроен... Вот в свое время, допустим, стойки считали, что космос — это огромный полис, огромный город, в котором каждое определенного рода вещи занимает определенное положение. Кто-то правит там, да, кто-то подчиняется, кто-то там является, условно говоря, там, хозяйственниками, да, кто-то там, это является этими политиками и прочее. То есть мы каждый раз, на самом деле, выстраиваем наше понимание, исходя из некой вот схемы. Эта схема, на самом деле, не является, вот, понятие как логическую схему, это сразу сделать ошибку. Эта схема вообще непонятно, что такое. Она может быть совершенно разнообразной. Она просто система различий, которая может даже противоречивой быть, понимаешь, с нашей точки зрения. Это совершенно не о чем не говорит. Но если различие можно удержать, даже если оно противоречие, тем не менее оно может быть. Но вот с нашей точки зрения, с точки зрения, лучше говорить, теологии, много богов — это противоречие, потому что каждый бог является всемогущим, значит, они друг друга ограничивают и не являются всемогущими. Поэтому бог должен быть один. Но это логическое рассуждение. А с точки зрения сознания, можно же различить мир Афродиты, так сказать, мир, так сказать, этого, красоты. И, допустим, там, не знаю, там, мир, там, Зевса, да, там, мир этого, власти. Различить как-то, можно две сферы соотнести? Разные сферы, там. Или там все это, мир Гефеста, допустим, мир, там, техники, науки, там. Другое дело, конечно, что вот это вот развлечение, может быть, не всегда является, как он, ну, наука всегда требует, делать классификацию всегда очень строгую, да, чтобы, как бы, не так, как у Боркиса, там, искусственное произведение, там. Да, список, ну, да. Что непроизвольная классификация, а классификация должна быть какой-то некую, должна быть научной. Но это нельзя требовать от этого, от сознания. Сознание не является таким вот прям научным агрегатом. Вот как раз мышление, это правильно. Почему оно, я говорю всегда, когда говорю мышление, опираясь на тожество? Потому что мышление, вот, как бы, не приемлет вот этого нарушения закона тожества, а равно а. Не должно быть получиться так, что а, на самом деле, принадлежит к одному классу и к другому классу. Это было бы нарушение. Если а здесь, значит, оно не здесь, и наоборот. То есть, там вот закон тожества действует, обязательная вещь. А в сознании закон тожества не действует. Мы же, в конце концов, вот как вот можно, вот сам подумаем, как можно написать а равно а? Ведь это можно написать, что а, которое с одной стороны равенство, и с другой стороны равенство, разные. Но ведь смысл этого состоит в том, что а, как бы, одно и то же. То есть, мы для того, чтобы сказать, что а одно и то же, и что оно одно, мы говорим о том, что мы, как бы, в сознании его различаем. Фактически. Мы его различаем и говорим, что оно одно. То есть сначала мы в сознании его различили, а потом в мышлении мы его сочленили, как одно. А вот как рассуждать, как он также променит? Он сначала говорит, что есть либо сущие, либо несущие. Но несущего нет, и есть только сущие. То есть бытие есть, небытие нет. То есть сначала он допускает, что какое-то небытие, но если его нельзя мыслить, так его и допускать нельзя. Почему же он сначала его допускает, а потом его отрицает? Потому что ход какой? Сначала сознание различило, что бытие и некий аспект, и оно отличается от какого-то противоположного, как небытие. А потом мышление сказало, что вот этого второго нет. Потому что должно остаться только одно. Каждый раз так. Каждый раз. Сначала, если вдуматься, как вот, допустим, рассуждение о Боге, да? Нет, ну просто тут разные могут быть комментарии. Допустим, А равно А, это может быть каким-то гипостозированным развлечением времени. То есть, вот это одно и то же А, но оно как бы протекает, оно остается равно. Ну, когда вы рисуете его на доске, оно уже во время, но пространство. Ну, это как бы, в том-то и дело, что это как бы это различие, как бы, оно вот таким образом ухвачено, переведено в пространство. Я не знаю. Ну, я же и как бы изначально как бы такую интуицию предлагал, что сознание это нечто пространственное. Я же про карту говорю, я же тоже как бы имею в виду, что сознание пространственное. что как бы вот есть некая система, условно говоря, координат как бы. не пространственное, не математическое, хотя математическое пространство – это частный случай. то есть или как еще это уже вопрос конкретности. Надо брать и уже конкретные вещи изучать. Это совершенно по-различному может пониматься. Причем как бы вот культура по-разному может пониматься. Например, урод, например, изображает в виде вот такого действительно дерева. Там как бы вот Адам и Ева там и постепенно. Ну это вот такое понимание различий. А можно понимать как-то по-другому. Ну урод, наверное, как-то по-другому и не понять. В некотором отношении везде должны быть вот такие как бы то, что называется, наглядности. Я вот когда ты говорил про математику, можно представить это то, что ты как бы отказывал математике в наглядности. То есть различие достигает такого уровня, и физики тоже такое присутствует. Раньше всякая физика, математика там опиралась на некие модели, на некую наглядность. Чтобы потом это было утеряно. Не может быть на самом деле. Мышление вообще приобрело такую, как это называется, автономность. Автономность. Я не знаю. Как-то на самом деле можно здесь спорить. Можно это попытаться. То есть оно стало алгоритмическим мышлением. Да, оно как бы уже, это вот различие сознания, почему нет. Потому что там не ящик, куда что-то впустили, оно что-то вызвало. Ну как вот в компьютере. Коды заложили, а оно там какие-то определенные параметры, что-то дает на выходе и какие-то другие там коды. Можно так, наверное, рассматривать. Но как раз надо пока этот вопрос оставить, потому что это сложный вопрос. И пока сосредоточиться на том, что, допустим, есть некая наглядность. Всякая наглядность в том, что вообще, говорю, в физике, допустим, есть модель, а есть теория. Вот всякая теория, надо пытаться понять, что такое поле там, что такое взаимодействие. Как-то вот всегда вот хочется вот как-то это увидеть наглядно, как-то различить там. Ну это и есть желаемое, да? Ну это может быть и желаемое, но в некотором отношении это и есть то, что называется сознание. То есть есть различия, они как бы просто различены, а есть друг, и хочется это различие привести в какую-то еще более наглядную форму. То есть вот это вот требование наглядности на самом деле, это требование сознания каждый раз просто довести это вот различие. Ага, все-таки не получается так, что вот это различие, это в мышлении, а сознание вот требует как раз делать его наглядным, чтобы удержать его. Или нет? Нет, еще раз говорю, может быть так было бы трактовать, но тогда бы сознание схлопнулось с мышлением. Тогда зачем нужно было бы тогда сознание? Ну чтобы наглядно. Потому что наглядно это было бы, нет, но есть же понятие представления, что есть как бы, что такое воображать или представлять. То есть тогда сознание было бы не нужно. Как раз воображение же этим занимается. Воображение, представление, как там электронное взаимодействие, там, вообразить. В сознании достаточно, что вообще различие есть. И, по идее, оно должно эти различия как-то удерживать. Эти различия удерживаются, в частности, у меня в чем тут проблема. Проблема состоит в том, что эти различия удерживаются в языке. И, может быть, в смысле операциональности каждый раз не надо совершать усилия сознания. То есть уже в языке эта схема прописана один раз. То есть когда-то был совершен опыт, различие не совершено. Оно, это различие как бы зафиксировано в языке. Но это все-таки мышление и язык больше. Вот в том-то и состоит проблема, что язык как раз такая вещь, что мышление его не свести. Если бы язык мы свели бы мышлению, но там было бы странно. То есть язык как раз нечто, что как раз опосредует возможно сознание и мышление. Но тут вся проблема состоит в том, что сознание и мышление, само развлечение сложное. Сложное оно развлечение не в смысле способностей, а в смысле конкретности. Вот, допустим, мы исследуемые, опять же, философии. Как вот увидеть схему и отличить ее от мышления? Как каждый раз это делается? Проблема только в этом состоит. Вот, например, ты говоришь математика, допустим. Вот как вот действительно взять какую-то теорию математики и как там различить одно другого? Потому что мне кажется, на самом деле, вот это различие сознания и мышления, это, собственно, и есть то различие, которое существенно. И только на основании этого различия можно сделать следующий шаг. А именно, там, обосновать постклассическую философию как философию регионированного мира, регионированного бытия. Не просто как вот постмодернизм, который там просто... Что такое постмодернизм? Фактически просто все распалось на какие-то области, и каждый занимается в этой области чем-то своим. И как там в другой области, ему не существенно. Истины как бы нету, да? Просто нет единого, условно говоря, общей теории нет. Общей какой-то... Общей какой-то философии, там, или там, вообще там, общего... Мироустроения такого нет. Есть такие локальные какие-то мироустроенности. И их много. Вот что такое ситуация постмодернизма. Так ее уже надо обосновать. Но в этом можно усмотреть, что это своего рода тоже гигельянство, как ты говоришь, да? Что как бы обосновать множество форм, в каком-то отношении, значит, указать их единство. Вот здесь вот вся трудность и состоит. Как сделать так, чтобы указать множество форм, но тем не менее не свести их ко дну. Не совершить вот эту редукцию, да, вот эту репрессию. То, что вот в, там, постклассической философии, да, что мы всякий раз, когда сводим, ну, по крайней мере, там, у нас так получается, когда мы сводим различные к чему-то одному, это всегда совершается за счет того, что что-то репрессируется, какие-то различия отбрасываются. Ну, как понятию подводится, да, допустим, есть какое-то понятие, там, понятие стола. И мы все различия, там, конкретных столов, там, цвет их, там, их материал отбрасываем, подводим их просто под нечто одно. За счет, там, за счет, как бы, отбрасывания различий. Каждый раз, вот, и, собственно, вот, работа, например, делеза, там, различие повторения, там, у Деррида, вот эти с различием. Все, вообще говоря, они увидели, на самом деле, что вот нельзя так подходить к различию, нельзя репрессировать, нельзя просто, как бы, различия сводить всегда к тужеству. В этом проблема состоит. Так вот, и в каком-то отношении, я об этом же говорю, только, как бы, в других позициях, с позиции, как бы, попытки обосновать, почему это так. Почему, как бы, так устроен мир. Потому что он регионирован. Это надо доказывать. Как бы, есть опыт, да, что, как бы, вот, какой-то интуитивный опыт, что это так. Это требует еще и обоснования. Обосновать его может, мне кажется, только с позиции различия сознания мышления. Если их не различить, то мышление все сведет к мышлению. Мы уже много раз обсуждали. И все станет опять одним. Если оставаться только на позиции мышления, никогда этого различия не ухватить. И, собственно, как бы, то, что Гигель совершил в философии, это единственный возможный путь. И вся философия опять сведется к одной философии. К башне этой. Причем, как бы, что интересно. Получается, что теология, я же, как бы, мы же начинали с того, что хотели теологию обсуждать. Я-то и хотел привести к тому, что теология, это не есть выдумка какая-то. Это не необходимый результат всякого мышления. То есть, всякое мышление сведется к одному. К какому-то началу, первопричине, там, назвать его абсолют, бог, неважно как. Любое мышление всегда найдет единую субстанцию. Всегда так будет. Если мы, как бы, вот, остаемся на позиции мышления, то оно всегда будет заканчиваться теологией. Всегда. Мышление по-другому быть не может. Оно не может по-другому быть мыслей. Потому что так устроено мышление. Мышление все стремится. Ну, это я, это, скажем так, давай так. Это требует обоснования, поэтому буду считать, что это гипотеза. Я считаю, что вот мышление все-таки стоит на стороне тоже. Может быть здесь... Оно стоит, стоит, стоит. Может быть здесь... Может быть границы здесь нету, я согласен. Чертко. Может быть не так, что там тока тоже здесь, понимаешь? То есть, я... Я тогда не понимаю, как там различия удерживаются. Вот это надо понять. Как различия понятий. А как понятия удерживаются? Структура понятий, как бы, там же удерживается. Да, все сводится, как бы, к единству. Ну, допустим, Гигель же строит не просто понятие, абсолютный дух. А он строит, помимо, как бы, этого понятия, в которое в итоге все стекается. Он же... За ним же остается вся эта структура движения. Ну, я считаю, что вся эта структура только структура сознательная. Что вот эта вся схема, как бы, логики. Что вот есть одна простая логика. А равно А. И, собственно, как бы, мышление просто многоразным образом постоянно эту логику у вас производит. А равно А, А равно А, А равно А. Постоянно. Ну, а сознание, как бы... Почему? Потому что оно, как бы, удерживается вот этой непротиворечивости. А сознание, оно вот эту структуру вот эту многообразную выводит, как бы, и оно говорит, что... А мышление говорит, что в каждой, условно говоря, узле этой структуры А равно А. То есть это все, как бы, одно и то же. Он, как бы, пытается всегда удерживать и не путать, не смешивать. А вот, кстати, вот это различие... Спекулятивное различие, там, условно говоря, там бесконечности, которая ограничена конечностью, и, как бы, настоящей бесконечности, которая включает в себя конечность. Ну, такое чисто гегельянское различие между, как бы, каким-то... Хороший разговор. Вот. Вот это различие. Оно удерживается... Во-первых, удерживается ли оно у кого-то по-настоящему, да? Удерживается ли оно сознанием? Вот. Удерживается ли оно мышлением? Удерживается ли оно в языке? Вот, как чистая словесная форма. Что такое, вы, на самом деле, вопрос осторожней, с той стороны, что такое бесконечное? Бесконечное, на самом деле, это только... Это нечто в сознании находящее. Что сознание ставит себе границу и понимает, на самом деле, что можно за эту границу зайти. То есть, понятие бесконечного есть не что иное, как отрицание любой возможной границы. Какую бы границу сознание не поставило, оно всегда будет на обоих сторонах. У нас это и стоит. То есть, бесконечное – это и есть различие, которое удерживается только сознанием. Мышлению здесь мыслить нечего. Ну, что... То есть, вот смотри, вот я смотрю на мир, допустим, и вижу вот в горизонте, там, в далеке какой-то горизонт вижу. Ну, хорошо. Я понимаю, что на самом деле, что за этот горизонт можно зайти. Нет, это я согласен с тобой, но за ним. И тут Гегель говорит. Все правильно, бесконечное, как бы, вот оно такое. Но, с точки зрения мышления, понятие бесконечного ограничено понятием конечным. Да. Они, как бы, понятие. Понятие ограниченное. Поэтому, как бы, оно недостаточно бесконечное. Вот если оно не будет ограничено понятием конечным, его себя включит, вот тогда... А здесь... Это уже какой-то такой разговор, который, как бы, к сознанию, вроде, вообще не видит отношения. Хорошо. Здесь, на самом деле, что интересно, ты вот такую вещь привел. Я, как бы, Платоном тут занимался. Угу. Ну, либо в отношении других идей. Ну, и, как бы, кажется... Это тут похоже на два понятия в отношении друг друга. Да, да, да. Так вот, когда понятие или идея в отношении друг друга рассматриваются, то такая странная вещь происходит, что они рассматриваются, как какие-то вещи. Когда ты говоришь, что понятие ограничено, ты пытаешься при понятию придать определенность вещи. Как у понятия может быть ограничено? Ну, хорошо, можно сказать по-другому ведь, да? Чтобы тут не было таких действительно пространственно-вещественных аннотаций. Он скажет так, что понятие бесконечное, бесконечного опосредовано понятием конечного. Вот, что он скажет. Оно как бы нуждается в конечном. Я знаю, я знаю. Только вопрос всегда состоит в том, что понятие, все существуют, хотимый того или нет, излагаемый философию или нет, все равно понятие бесконечного есть, есть и бесерам, но есть понятие конечное. Строему философию, не строевreme, связанное. Они объяснят. Ты только что как бы про... Быстрый опыт, опыт сознания, которое перешагивает через конечную границу и достраивает так же бесконечно. То есть в этом опыте, который ты описал. То есть бесконечное, если отрицание, конечно. Отрицание. То есть она в этом смысле обязана. Оно не возникает само по себе. Отдельно из понятия вишни, отдельно понятие стула. Понимаешь? Не-не-не. Вот. Они действительно связаны. Одно как бы вырастает из другого, одно другому обязано. И тем самым недостаточно бесконечно, недостаточно круто. Но как это? Оно возникло благодаря конечному. И до сих пор с ним поповидно и связано. Вот. Существует ли введение понятия бесконечного не как отрицание конечного? Вот. А он как бы говорит... Нет, ну, видимо, они существуют. Почему? Может, существуют. А может, и существуют. Может быть, можно понимать вот это сознание, как бесконечность сознания, именно как нечто очевидное. А не так, что как-то есть отрицание. Потому что все-таки отрицание – это действительно логическая процедура. Может быть, мы в сознании видим же горизонт. И как бы вот я устремляю вдаль вот эту бесконечность. И может быть, это вот устремление вдаль, что я могу это сделать, и есть очевидность бесконечного. В смысле аналогии. Почему я опять же апеллирую к опыту? Потому что я сейчас пытаюсь как бы все понять, как ты, исходя из опыта. Потому что если не исходить из опыта, то как бы все тогда превращается в софистику. Эквилимбристику понятия. В некотором отношении есть же опыт того, что я могу устремить свой взгляд куда-то там, непонятно куда, за горизонт. Ну, за границу. Да, и за границу. За границу конечного. Ты все правильно вначале написал. Ну, трудно сказать. Ну, в общем, действительно, есть две версии. И существует такое бесконечное, которое само по себе есть, а не является отрицанием конечного. А есть другая версия, что не существует. И математики, кстати, когда ты про математику говоришь, они как раз пытаются отрицать такую бесконечность, которая сама по себе существует. Потому что такой бесконечности как бы не существует. Потому что это актуальная некая бесконечность, которой непонятно как вводить. Нет, это как раз как бы... Потенциальная бесконечность вводится в виде итераций, а актуальная отрицается. Ну это как, где как? Ну это вот есть такое направление математическое. Это направление только. Маленькое направление, которое критикует всю остальную огромнейшую математику за то, что она как раз актуальной бесконечностью пользуется. Ну в конце концов, все парадоксы в теории множество, они же в связи с тем. Но при этом, как бы там вспомни тот же комплексный анализ, да? Там же как бы замыкается вот это, вот я рассказывал тебе, да, замыкается комплексная плоскость введением одной точки бесконечности. И она превращается в фраг. Я понимаю, что математически этот струк бесконечности, он удобен. Я понимаю и понимаю, почему математики не готовы отказываться от него. Это все понятно. Просто вопрос, как бы, ты просто задал такой, что, как бы, есть ли актуальная бесконечность, можно ли ее вводить независимо от конечности или нет. То есть это различие, как бы, оно вот такое, различие в мышлении, или оно различие, то есть различие в мышлении, которое основано на тожестве, да, и на таком, как бы, ну, на разведении чего-то, на проведении границы внутри чего-то единого. Различие в мышлении, это было бы отрицально. Это различие. А различие в сознании было бы, когда... Это было бы два независимых. Вот есть бесконечность лежит, а вот есть конечность лежит. Есть один опыт, есть другой. Да, есть другой опыт, да. Ты можешь там сравнить их, а можешь не сравнивать. Вот. Но в любом случае, важен вообще, изначально вот этот весь разговор, он как раз сводится к тому, что можно пытаться, вот этот новый виток понимания того, что представляет собой сознание, можно разговаривать о формах сознания исторических. Пытаться вот такие вещи. Они, может быть, двух типов различий, действительно. Что, вот, как бы, и проблема состоит именно в различении между разными различиями. Отделять, как бы, одни различия от других. А именно, что, вот, мы, если мы общаемся, там, воспринимаем, и так далее, и у нас есть различия, которые, как бы, вот, действительно, происходят из сознания, или, не знаю, там, из самих вещей, вот они, как бы... В смысле, опыт. В смысле опыта, да. И есть различия вот такие спекулятивные, которые возникают в виде отрицания. Ну, на самом деле, отрицания я не думал. Действительно, есть же отрицание, а отрицание же оно не внесено в сетку. Угу. Получается, что есть различия мышления. В виде отрицания, хотя бы. Ну, хотя бы в виде отрицания, да. А если так думать, может быть, еще и другие. Нет, на самом деле, действительно... Нет, ну, тут может быть... Понимаешь, чем дело? И правда, в том отношении был, что, как бы, различие в виде отрицания, оно все равно потом порождает, оно, как бы, основано на тожестве, и оно, как бы, в итоге тожество утверждает свою конечную цель. Вот. Но... А еще и с другой стороны есть же чистые понятия. Понимаешь, в чем смысл? Я так хотел сказать, что все равно и различие, которые внутри мышления, которые не на опыте основаны, они все равно различие внутри сознания. Иначе говоря, я хотел, как бы... А вот это вот и вопрос, понимаешь? Вот можем ли мы, как бы, удержать вот это различие бесконечности и конечности, кроме как на слова? Понимаешь? Если одно является просто отрицанием другого. Ну, может быть, это еще боксинг, пример, который такой не самый наглядный. Потому что мы тут, действительно, смотрим за горизонт куда-то и так далее. Но есть какие-то другие, таким же способом построенные понятия. Ну и субстанция, допустим. Что такое субстанция? Да даже бытие. Что такое бытие? Просто... Нет, но различие. Да различие. Да. Кышка в чем состоит? Ты исходишь из того, что есть изначальное сознание и мышление, а потом к нему можно попытаться применить термины различия и то же самое. А я пытался как бы все-таки... Я просто себе обдумываю, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что по определению мышление связано только с этим, с тождеством, а по определению сознание только со различием. То есть, потому что эти способности... Конечно, трудно определить, что это способности в принципе сами являются собой. Может только гипотезу выдвинуть, что вот это различие их можно провести, например, по такому. Различие тоже здесь в три различия. Хотя это, наверное, грубое различие. Мне сейчас понравится. Вывод, который можно сделать из твоего этого доклада. Что различие между сознанием и мышлением ухватывает только сознание. Почему? Потому что только оно ухватывает различие и удерживает. Потому что сознание... Различие между мышлением и сознанием может удерживать только сознание. Да, именно так. А мышление никогда не удерживает. Вообще могу сказать, что вообще говоря, я вот скажу к тому, скажу к тому, что все в сознании. Получается, что такая философия несостоятельна, понимаешь? Она не может удержать самое существенное для себя различие. Если в философии останется все-таки мышление... Нет, философия... А это дело сознания. Дело сознания. Я уже к этому пришел. Просто я это не говорил. Философия – это дело сознания, а не мышление. Мышление – это операциональная способность, это алгоритм. Понимаешь, условно говоря, если у тебя различие сделаны, дальше можно уже вращать, крутить, еще к чему-нибудь привести. Знаешь, многообразие, вот у тебя, условно говоря, выписано, некая изначальная схема. А дальше уже кататься по этой схеме – это дело пустяковое. Это дело уже техники. То есть мышление – это нечто вторичное по отношению к различию. Ну, может быть, не вторичное. Может быть, все-таки мышление устанавливает эти связи. Карта, она же как бы закрытая, постепенно ее открывают. Может, такую аналогию привести. Знаешь, как в игре. Идешь, потихонечку идти, туман как бы расходится. Туман войны, да. Вот как это называется. Как называется? Туман войны. Туман войны расходится. Может быть, все-таки мышление отработает с языком. Язык помечает, он маркирует реальность. Он различает в словах существенные различия. Он дает одно, а это другое. Моменты какие-то возникают. То есть структуру языка, она пытается отобразить структуру того, как устроен мир. Есть предлоги всякие. У предлоги же это тоже своего рода отношения. Там же многие отношения. Сверху, вниз, под и так далее. Во всем этом многообразии есть различие. Поднижащие, высказываемые наречия и прочие. Глаголы. То есть различают действия. Непосредственно то, о чем говорится. То есть язык очень структурирован, очень сложно. Может быть, мышление чем занимается? Освещённая поверхность, то есть сознание как бы свет дает, а мышление уже как бы всё это связывает, всё это исследует, открывает и так далее. Может быть, так надо понимать? Потому что, вообще говоря, всякий раз, когда мы говорим о сознании, всегда возникает вот эта вот метафора света. Ясность, очевидность. Слово «ясно», «очевидно» — это всё. И вообще всё связано с пониманием. Слушай, а вот интересно такой вопрос немножко абстрактный. Откуда отрицание возникает? Как вообще возникает отрицание? Самое, знаешь, что любопытное? А существует? Ведь отрицание-то не существует. Существует только то, что позитивно. А то, что отрицается, оно не существует. Это понятно. Но, тем не менее, откуда возникла идея отрицания? Это ещё самое интересное. Как вот это вот? И это вот самое любопытное есть. Вот сознание высвечивает, да? Сознание и сетка. Она как бы через себя пропускает, вот как ты говоришь. Отрицание там нету. В сетке. То есть, может, это мышление всё-таки приносит? Я же тебе и говорю, что ты когда говорил про отрицание, у меня вдруг возникла интуиция, что отрицание — это же дело мышления. Да я так и понял, на самом деле. Потому что в сетке нет отрицания. Оно просто как карта. Как чё это? Конечно, это отрицает это, но... Нет, но свет ничего не отрицает. Он всё освещает. Он просто освещает, и всё. А отрицание возникает, получается, только мышление. И получается, что там, где есть отрицание, на самом деле, там есть работа мышления. И когда мы говорим бытие-небытие... Не, ну у этого Парменида в чистом виде как бы это разъём. То он говорит, вот как бы бы бытие, вот потом его отрицает, говорит, а есть ещё какое-то небытие, которое является его отрицанием. А потом уже отрицает это небытие. Второй раз. Да, отрицание, отрицание. Ну, это надо думать просто по поводу отрицания. Ну, сам факт действительно состоит в том, что в опыте отрицания-то никакого нет. И отрицание-то наш акт. И трудно понять, как бы это был акт сознания. Видимо, это все-таки акт мышления. Вот, кстати, вопрос... Вот, может быть, теперь я могу переформулировать то, что я хотел сказать там изначально. Что в опыте, как бы, может быть регионированность, да, мира, но регионированность это не имеет отрицающего характера. Да, именно так. А вот отрицание возникает на уровне мышления. То есть, когда вот их надо, допустим, в единство возвести, все эти регионы, а они друг друга-то с точки зрения логики, с точки зрения мышления отрицают. Да. Тут возникает проблема. Вот, что я хотел сказать. Продолжение следует...